здравствуйте дорогие друзья приветствую вас на очередном вебинаре с вами Ивановский Никита начинаю серию занятий интерактивный курс можно так сказать по 3d визуализации на тему интерьер с аквариумом я запланировал провести 2-3 может быть даже 4 вебинара посвященные моделингу лайтингу текстурингу рендерингу в 3d max в автокаде в zbrush в array в короне то есть провести достаточно подробные занятия всем привет привет еще раз я даже к сегодняшнему вебинару приготовил маску конечно же у меня есть настоящая маска но к сегодняшнему вебинару так как мы все-таки работаем в области 3d я приготовил вот такую маску я вам сейчас буквально 2 секунды ее продемонстрирую большинство из вас ее видели вот так она красиво выглядит без экрана вот такие страшными страшными глазами принципе разглядеть можно кое-что но это сделать достаточно сложно по поводу записи записи постараемся сделать еще раз повторяю что это не одно занятие будет несколько занятий посвященных созданию интерьера с аквариумом то есть мы смоделируем все элементы которые вы видите на референции смоделируем не только в 3d max и смоделируем в автокаде будем применять автокад будем применять zbrush будем применять в рай будем применять корону для визуализации для создания материала и так далее так далее все это мы будем с вами применять конечно же это не супер подробный курс не супер подробный и вебинары планирую проводить по часу по полтора с возможно с перерывами посмотрим по поводу подробного курса сразу скажу еще еще расскажу что это все-таки заранее извиняюсь за скорость то есть все таки это не максимально подробный курс то есть на всех нюансах я постараюсь обращать вашего ним на все нюансы постараюсь обращать ваше внимание но максимально если вы хотите пройти максимально подробный курс 29 февраля стартует мой новейший курс я сейчас включу демонстрацию экрана буквально две секунды опять же проведу может быть отчасти рекламу Видно сейчас экран То есть вот То, что мы будем с вами делать сегодня Об этом я конечно же расскажу Мой новейший курс под названием Green, так можно назвать Street Loft Нью-Йоркский лофт, который мы будем с вами Воссоздавать в 3D Max, опять же в ZBrush В Moodbox, в Marvelous Designer И в других программах Приблизительно 13 программ Мы будем изучать Курс рассчитан на 2-3 месяца Соответственно будут проводиться онлайн вебинары На этих онлайн вебинарах я буду демонстрировать Все этапы создания всех моделей То есть там вебинары уже будут длиться по 2-3 часа Соответственно будут дополнительные Домашние, будут дополнительные видеозаписи И домашние задания Это курс очень серьезный, о нем я расскажу попозже Если будет кому-то интересно То есть этот курс я планирую сделать Еще более крутым По сравнению даже с Unreal Hotel Unreal Hotel, там конечно было Ударение немного на другое, но этот курс Я сделаю не менее, а может быть даже и более крутым Друзья, такой вопрос Сколько минут вы сможете продержаться под водой? Давайте с вами немного поговорим Прежде чем приступить непосредственно к изучению материала Сколько минут вы сможете продержаться под водой? Три минуты Обалдеть! И сразу второй вопрос У кого в проектах, в трехмерных проектах Встречался аквариум? И с какими проблемами вы сталкивались При реализации задумки Две, одна, полторы, одна, полторы, две, две, три Не считал Две, пять, Юрий Пять минут, хочется посмотреть на пять минут Конечно, я тоже очень люблю нырять Во-первых, почему я выбрал такую тему Во-вторых, я очень хочу тепло Отчасти Все мы хотим уже Последний месяц все-таки зимы Поэтому мы с вами выбрали такую интересную тему Можно сказать теплую тему Подводную, немного поныряем По поводу второго моего вопроса У кого встречался в проекте аквариум? И с какими трудностями вы столкнулись? В проектах Встречался аквариум? Вообще, может быть, вода какая-то серьезная Спокойно, без движения Лежа на дне Можно и пять Ну, может быть Но все равно Все зависит от жизненной емкости легких Еще в школьные времена нам замеряли этот параметр Каустика света в воде Да, то есть Ну, максимальное количество времени Времени уйдет, конечно же, на каустику Вода, фонтаны Да, бассейн был Бассейн и бассейн Ну, видите, что в основном бассейны В принципе, аквариум, который вы уже сейчас видели И видели на презентационном материале Он фактически реализует в себе Через вот себя В качестве референса В принципе, и бассейн тоже То есть мы можем здесь наблюдать И ту же самую каустику Мы можем здесь наблюдать Воду, как ни странно Но в то же время Здесь вот многих интересует Насколько я проводил опрос Интересуют аквариумные элементы Такие как рыбки Такие как вот эти камни Они бывают разными Заказчики хотят видеть Абсолютно Кто-то хочет видеть камни Кто-то хочет видеть корабли Кто-то хочет видеть штурвалы Все что угодно То есть мы опять же с вами Попробуем смоделировать Вот эти камни, например Мы смоделируем именно Именно в ZBrush, я думаю Кроме того, в ZBrush То есть основной костяк Нашего интерьера Мы будем создавать в 3D Max И в AutoCAD Для вот этого элемента Например, мы будем использовать Для вот этого элемента Мы будем использовать, к примеру ZBrush И для вот этого элемента Мы тоже будем использовать ZBrush Это мой домашний элемент Я его сегодня сфотографировал Перед вебинаром Вот он Я его вам сейчас покажу Вот он этот элемент Я думаю, что если вы Имели аквариум Когда-то То у вас обязательно остались Вот такие различные Различные штуковины Которые вы могли помещать На дно этого самого аквариума У меня пропал звук Друзья, если у вас проблема со звуком Либо проблема с трансляцией То установите себе, пожалуйста Яндекс.Браузер С Яндекс.Браузером Никаких проблем обычно не бывает Видно сейчас, друзья У всех хорошо трансляция идет Вот такую штуковину мы с вами будем моделировать Смоделируем ее полностью Я думаю, в ZBrush То есть без каких-либо заготовок В 3D Max Конечно же, опять же Эти программы На интерфейс На нюансы На горячие клавиши Я не буду уже обращать внимание То есть это в более полных курсах Здесь мы с вами проводим Вот как бы отчасти обзор Но в то же время, как я уже говорил Хочется сделать подробный курс Торопиться не буду То есть торопиться, как я раньше торопился Бежали Из-за один вебинар мы с вами проходили Порядка 10-13 программ Такого не будет То есть мы с вами будем планомерно идти Разбирать Опять же Что-то наподобие патефонной комнаты Может быть у нас получится То есть достаточно медленно С нюансами Создание простейших объектов До моделирования Интересных элементов И в итоге В любом случае У вас уже получится Какая-то работа Которую вы сможете поместить В портфолио ZBrush будет Ссылочка на ZBrush Программы я даю Программы я даю Только студентам больших курсов Сами понимаете, что это программы Они платные Поэтому я предоставляю доступ К своему серверу Только для людей У которых я взял По крайней мере анкету И у которых я знаю По крайней мере Фамилию настоящую И с которыми я поговорил По скайпу Например Перед запуском курса Кроме того Для тех Кто будет выполнять Домашние задания По этому мини-интерактивному курсу Для тех Большие сюрпризы Во-первых Сюрприз Набор Который был давно Мной куплен У компании CGX Вот такой аквариум Вернее Модели аквариумные Здесь порядка Сколько здесь Десять Нет Больше Там очень много Пятнадцать Высокодетализированных Моделей Я вот здесь Открыл ПДФ И продемонстрирую Вам ПДФ То есть Я вам С кем-то поделюсь Не со всеми А с теми Кто будет работать И выполнять Домашние задания Поделюсь вот таким Набором Уже готовых Аквариумов Которые вы можете Использовать И рыбки Здесь есть И аквариумы И растительность Различная Которые вы Сможете использовать В своих Замечательных Интерьерных Ну может быть И экстерьерных Работах Это первый сюрприз Второй сюрприз Второй сюрприз Это Второй сюрприз Это скидка Большая скидка На мои онлайн курсы Но опять же Для тех Кто будет выполнять Домашние задания Это все Большая-большая Преамбл И теперь приступаем К работе К работе Все готовы Буду Говорить все Обо всем с нуля Для того чтобы Как-то вот Многие вопросы От многих вопросов Сразу избавиться Во-первых Во-вторых Продемонстрировать Фишки Нюансы По работе С 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 М3.2 и с короной, с новой короной, которая, в принципе, не сильно отличается от предыдущих версий, но, однако же, многим интересно, какие фишки в ней есть. Ну что, друзья, приступаем. Жду от вас плюсиков, жду от вас плюсики, переношу экран на другой, в чат, чат наш с вами переношу на другой экран и начинаем замечательный вебинар. Надеюсь, он вам понравится. Вот такой интерьер у нас. Я приблизительно произвел замеры. Ну, на глаз, можно так сказать, да. Если вы вдруг будете не согласны со мной по какому-то вопросу, то сразу пишите. С удовольствием буду исправляться. То есть, на мой взгляд, вот эта дальняя стена, дальняя стена 8-метровая, вот эта боковая стена 6-метровая. Вот здесь у меня есть 7-метровая. Мы сделаем 8 на 7 метров. Сам аквариум я примерно посчитал 4 метра на метр, метр двадцать. То есть, мы с вами сейчас сразу начнем моделировать. С чего, конечно же, можно начать, да. Начинаем обычно мы с референса, да, с размещения основного референса в нашем окне 3D Max. То есть, сначала я подготавливаю этот референс. Вот что-то у меня, видите, при записи. Горячие клавиши не все работают. Поэтому я воспользуюсь Open, файл Open. И здесь выбираю наш референс. Референсы, кстати, вот эти все референсы с рыбками, со всеми камушками, которые я подобрал. С медузами, кстати. Мне очень понравилась вот эта картинка. Вот это тоже один из референсов, друзья, да. Почему бы мы, может быть, после уже, после, там, через месяц, когда мы с вами этот мини-курс пройдем, то, может быть, некоторые вебинары я посвящу созданию вот такой модельки, к примеру. Еще мне понравилась вот такая модель. Может быть, мы ее с вами тоже рассмотрим. Черепашка. Черепашка. Здесь вот мне очень понравилась она. Вы их можете скачать, еще раз повторяю, с сайта и использовать. Вот. Теперь медузы тоже есть, друзья. Здесь очень много разных картинок. Вот. Если вы скачивали уже референсы сайта, то вы могли заметить, что здесь огромное количество вот таких подобных референсов, которые вы можете, опять же, использовать в качестве карты Опасити в своем, в своем аквариуме, да. Теперь открываем основной, основной референс, измеряем его, да. Вот он здесь у меня находится в папке Main. Мы его должны, естественно, померить. Можем пересохранить в папку проекта, да, так как я уже папку проекта создал. У меня она называется 3D Aquarium. Я перехожу в папку Synassets Images и сюда сохраняю реф, например. Назову прям так реф. Попозже чуть-чуть. Сейчас не такие важные детали. Пока я жду от вас вопросы, слушаю ваши комментарии. Когда мы начнем изучать основной материал, я увеличу во весь экран мою демонстрацию. Хорошо? Или видно, или не надо увеличивать, да. Тогда чат будет доступен на протяжении всего курса. Почему я курс этот назвал интерактивным? То есть, если я просто делаю видеокурс, то никаких вопросов попутно, ни на какие вопросы попутно я не отвечаю, да. Здесь же мы с вами можем сразу обсуждать некоторые моменты, касающиеся вот этого интерьера. Кроме того, это такая вот новая, может быть, отчасти фишка, да, интерактивный видеокурс. И постараюсь сделать максимально его полным. В Unreal переносить не планирую. Этот интерьер больше для новичков. То есть, те, кто хочет, опять же, изучить Unreal, те, кто хочет изучить материалы ведения в Unreal, для них есть огромное количество у меня курсов и уроков по Unreal Engine, по Substance Designer, по Substance Painter и так далее. То есть, это попозже, да. Я тогда сейчас увеличиваю экран. При увеличении экрана будет блокирован чат. Все вопросы, которые у вас будут накапливаться, я через каждые 10-15 минут я буду... Вот я сейчас увеличил. Я буду разблокировать, буду открывать чат снова и выслушивать ваши вопросы. Смотрим на размер картинки. То есть, я нажимаю на горячую клавишу Ctrl, Alt и I на клавиатуре и смотрю. 1120 на 1385. Соответственно, теперь я открываю 3D Max. В 3D Max у меня уже сохранен проект. Для сохранения проекта я нажал вот на эту замечательную кнопочку и, соответственно, выбрал то место, где у меня будет храниться папочка. В данном случае у меня вебинар под названием Aquarium Interior 3D Aquarium. Окей. То есть, здесь у меня автоматически были созданы подпапки. В одну из подпапок я уже поместил референс. Теперь я перехожу в окно проекции Front. Друзья, очень важно, окно проекции Front, так как, опять же, приходит мне много вопросов, что по моделингу не получается обвести линией какой-то элемент. То есть, линия строится далеко, либо где-то сбоку от основного референса. Просто-напросто в большинстве случаев вы используете окно перспективы. То есть, мы переходим в окно Front. Здесь мы создаем Plane. Plane нам необходимо создать по тем размерам, которые мы сейчас выяснили, подсмотрели у нашего изображения. 1120 на 1385. Соответственно, вот здесь мы переходим в модификаторы. В ширине мы задаем 1385. Вернее, здесь, да, 1120 нас интересует. В ширине 1120. И в высоте нас интересует 1385. Окей, получаем. Да, вот такой у нас получается Plane. Соответственно, этот Plane пока что не очень близок к реальным размерам нашего интерьера. Кроме того, необходимо проконтролировать единицы измерения. Для этого перейти в Customize. Здесь выбрать Unit Setup. И в Unit посмотреть, что у нас и отображаемые единицы измерения, Display Unit Scale, и системные единицы измерения. Вот здесь у меня, кстати, сантиметры стоят. Я, видно, устанавливал для какого-то проекта. И здесь, и в системных единицах, и в отображаемых единицах стояли миллиметры. Теперь я снова проконтролирую, увеличу размерность. Вот таким вот образом. Соответственно, я получаю более близкий к нашему размер. Окей. Теперь, каким образом мы можем поступить? Да, естественно, нам необходимо перенести... Естественно, нам необходимо перенести... F3, я, кстати, нажал сейчас F3 для того, чтобы у меня во франте и в перспективе вместо сетки отобразился уже залитый объект. Теперь мне необходимо перенести его по оси Y для того, чтобы он немного дальше стоял от центра координат. Можно его чуть-чуть поднять. И на него теперь нанести необходимо референс. Для этого я нажимаю на клавиатуре клавишу M, слева переношу из большого-большого списка, здесь нахожу стандартные материалы, нахожу стандарт MTL. И в него в Diffuse, то есть пока ни Vray, ни Corona мы не используем, то есть именно стандартный материал. И в стандартный материал Diffuse Color мы переносим наш основной референс. Вот он уже в этой папочке, в папочке Images, сцена Asset Images, так как мы все-таки создали папку проекта, я всегда всем своим студентам заставляю, можно сказать, всех студентов работать в папке проекта. Для чего это делается? Для того, чтобы вы могли в любой момент... То есть вот буквально сегодня мне позвонил человек, которому мы делали лет 5 назад проект. И, соответственно, я, если буду возвращаться к этому проекту, я открою эту папочку, найду. Конечно, надо найти, я еще, кстати, не нашел этот проект. То есть я нахожу папку проекта, и в этой папке проекта я знаю, что у меня все уже разложено по местам. То есть где-то лежат текстуры, где-то лежат... Соответственно, не где-то, да? В сценах папки Scenes у нас лежат модели, в папке Synasets Images лежат текстуры. Например, IES и источники света у нас лежат в папке Photometric и так далее, и так далее. То есть тогда нам не придется очень долго и нудно лазить по нашему проекту. Таким образом я выбираю наш референс, перетягиваю его вот сюда, на нашу рабочую поверхность, на наш плейн. И что мы видим? Мы не видим пока на плейне ничего. Для того, чтобы мы увидели, мы нажимаем Show, вот эту клавишу, доска шахматная с лампочкой. Show Shaded Material in Viewport. После этого у нас происходит отображение нашей текстуры во Viewport. Для улучшения качества, да, опять же поступают вопросы, потому что качество референса, качество чертежа, мы могли вот сюда чертеж поместить, да, в окне проекции Top, а качество не очень хорошее. Для того, чтобы увеличить качество, у меня на сайте целая статья есть. Но самая основная фишка, самые основные действия, которые необходимо произвести, зайти во вкладку Views, здесь у нас есть Show Material in Viewport S, вот такая замечательная вкладочка, и здесь выбрать Realistic Materials with Maps, то есть последняя вкладка. После этого ваши текстуры, компьютер немного задумывается, видеокарта немного начинает громче, можно так сказать, работать, охлаждаться, но все текстуры, которые у нас присутствуют в сцене, отображаются в максимальном качестве. Теперь нам остается закрепить на слой данный референс. Я захожу в слои, слои в 16 максе опять же видоизменились, честно признаться, мне не нравится работать с ними, но делать, что называется, нечего, то есть мы с выбранным нашим элементом щелкаем на создание нового слоя. Здесь можем его назвать, соответственно, Back, к примеру, да, называем на английском, и блокируем с помощью Freeze. Справа теперь уже, справа от нашего объекта есть кнопочка Freeze. Но вы видите, что объект наш становится серым, соответственно, для того, чтобы превратить его в видимый, мы щелкаем на нем, щелкаем правой клавишей мышки, это опять же отличие от 12 макса, от 14 макса. Здесь нам необходимо не в самих слоях, а на самом объекте изменить его свойства. И заходим в Object Properties. После этого мы ищем кнопочку Show Frozen in Gray, галочку Show Frozen in Gray и снимаем ее. При этом мы что видим, теперь при заморозке у нас не происходит никакого серого отображения, да, все отображается нормально. Теперь возвращаемся, друзья, не забывайте возвращаться на основной слой и начинаем моделирование. Моделировать можно и в 3D Max, можно и в AutoCAD. Я вам сейчас буквально 2 секунды покажу, что мы можем сделать в AutoCAD. Показывать AutoCAD или нет? Я сейчас временно разблокирую чат и спрашиваю вас, друзья, демонстрировать вам AutoCAD или нет. Демонстрировать, да, замечательно. 155 человек у нас сегодня. Круто для, можно сказать, февраля. Не все еще на самом деле, даже сейчас еще отошли от новогодних праздников. Мы в Max и в AutoCAD. Я сейчас в AutoCAD быстренько покажу основные функции, а потом уже мы перейдем снова в 3D Max и здесь уже создадим основной наш объект. Коробку, да, нас сейчас интересует пока что коробка, потом мы перейдем уже к более сложным объектам, таким как вот стол, например, кресло и так далее. Не забывайте сохраняться, да, у нас почему не Archicad. Archicad и про Archicad я уже много-много-много раз говорил на каждом вебинаре. Я его не очень люблю. Раньше я в нем работал, но сейчас я полностью от него ушел. Мне нравится Revit тот же самый, намного-намного больше. Но опять же, я не архитектор, да, я больше технический специалист, художник, визуализатор. Сейчас уже в большей степени левел-дизайнер, поэтому мне AutoCAD, можно сказать, далек. Архикад. В Archicad модели получаются неоптимизированы, то есть их очень серьезно приходится... Автокаде, в Автокаде вы сейчас увидите. То есть если в 3D Max, да, то есть в 3D Max мы тоже можем очень быстро построить, да, меньше слов, больше дела, что называется. Мы переходим в Box, например, берем стандартный примитив и строим Box. Соответственно, нам необходимо его построить с теми параметрами, про которые я уже говорил. Ширина нас интересует 8000, да, то есть мы сразу здесь задаем 8000. Глубина мы сразу можем задать 7000. И, соответственно, height, высоту мы зададим 4000. То есть у нас будут потолки на 4 метра. Вот. То есть мы сразу создали вот такую коробочку. Под нее мы можем сразу отмасштабировать, да, но это касается простого интерьера. Вы видите, что у нас на референсе ничего сложного нет. То есть в принципе, в принципе, все очень просто. Кстати, вот эта тень, да, опять же, многих сразу, многие пугаются. А что у меня такое? Многие сразу новички за голову берутся, что у меня там полетела видеокарта, у меня там 3D Max глючит. Ничего подобного. Это всего лишь навсего реалистичное отображение моделей по вьюпорте. Для того, чтобы это отключить, мы щелкаем правую клавишу мышки в левом верхнем углу на реалистике и включаем Shaded. После этого тень, вот эта кошмарная тень пропадает. Так, давайте Revit. В Revit у меня не установлен, у меня установлен AutoCAD. Revit, это... По Revit вообще, это огромная программа, по которой можно изучать параллельно с 3D Max очень-очень много времени. Ну, я сделал пока 4 метра потолок, потом, если что, мы можем подстроить все это. Если только... Из него пришли. Да, то есть, ну, очень часто, очень часто по опыту вам скажу, что приходят чертежи именно в AutoCAD. И их очень серьезно приходится оптимизировать. Особенно, когда вы работаете над серьезными проектами. Вот, к примеру, если вы зайдете, да, на мой сайт, один из... Я вам просто быстренько покажу, то есть, это, кстати, один из проектов текущих. Я вам про него уже рассказывал, много-много вебинаров. То есть, если мы посмотрим, чтобы быстрее найти, я вам прямо на сайте покажу. То есть, вот, к примеру, большой-большой жилой комплекс. Вот это все было... Вот это все было в AutoCAD. Часть моделей была в ArchiCAD, часть моделей была в AutoCAD. И при том, мы это все делали буквально за неделю. Там, срок был недели-полтора, поэтому макету по трехмерному уже вот этой визуализации строился макет, 3D-макет. И делалось это, делалось это очень-очень быстро. Вот. То есть, здесь без AutoCAD вы не сможете нормально работать. Если вы реально хотите, хотите работать в сфере визуализации, то вам AutoCAD хотя бы немножко нужен. Я его всегда даю на курсы в качестве дополнительных видеоуроков, либо в качестве, там, какого-то отдельного вебинара и так далее. Но AutoCAD вам всегда нужен. Я вот на таких простых примерах вам показываю. То есть, мы не реализуем здесь ничего такого пока сложного. Я сейчас пока, опять же, заблокирую чат. Наталья отлично знает AutoCAD. Это уже хорошо. Это уже здорово. На самом деле. Я пока заблокировал чат. И, как я уже сказал, без AutoCAD сложно куда-то. То есть, мы построили коробку. Давайте сразу увеличим. Я сейчас разблокирую временно наш референс с вами и увеличу его до тех размеров, вот коробку, под которую мы построили. Ну, приблизительно так. Пусть будет, да. Снова блокирую. И по нему мы уже будем с вами моделировать. Итак, в AutoCAD что мы могли сделать? То есть, в AutoCAD мы могли... Еще раз повторяю, что здесь простая коробка. То есть, здесь в AutoCAD, в принципе, работы и нет. То есть, мы без AutoCAD очень просто и легко обойдемся. Но ради небольшого обзора я вот проведу вам... Скажу несколько слов о нем. Нажимаем при загрузке AutoCAD. AutoCAD у меня установлен 2016. Я вообще люблю AutoCAD 2010, 2012. И, на мой взгляд, они работают максимально стабильно, максимально быстро. И те функции, которые мне нужны, они с лихвой покрывают. Но на этот ноутбук я поставил именно эту версию. С официального сайта, пока студенческую. То есть, я им сейчас не особо пользуюсь. То есть, я большинство проектов делаю полностью в ZBrush. Делаю там полностью в 3D Max. Опять же, поэтому AutoCAD не часто использую. Open. Нажимаю Ctrl N, создаю новый проект. И здесь мы... В чем фишка? Здесь мы можем построить все очень точно. Здесь есть линия. Здесь есть полилиния. Здесь есть различные другие геометрические объекты. Самые главные параметры, которых можно очень быстро и легко задавать и менять. Кроме того, здесь есть другие инструменты для работы со слоями, опять же. С различными выносками. Здесь мы можем реализовать многие штуковины быстрее. В том числе, вот этот проект огромный. Я оптимизировал. Любой проект, который мне приходит в AutoCAD, я оптимизирую. Оптимизация заключается в том, что я обвожу. В основном обвожу своими линиями уже чужие чертежи. Для того, чтобы потом быстро и легко экструдировать. И никаких у меня не было проблем с разрывами линий. Потому как большинство архитекторов строят линии разорванные. И это очень-очень-очень злит меня иногда. Но с этим приходится мириться. Я сразу отключаю сетку. Нажимаю на клавиатуре клавишу F7. После этого я беру полилинию. И начинаю строить. То есть вот таким вот образом у меня сейчас начинается строиться полилиния. Для того, чтобы у меня не было никаких наклонов в стороны. Я включаю ортогональный режим клавиши F8 на клавиатуре. После этого никаких, вы видите, смещений не происходит. Кроме как на углы в 90 градусов. Здесь мне теперь необходимо всего лишь навсего задать. Соответственно здесь 8000. То есть я задаю 8000. Здесь в этом направлении. То есть я просто-напросто с клавиатурой. У меня уже здесь включен режим. Который включается горячий клавиш F12. Он называется динамический режим ввода. Соответственно F12. Соответственно если я введу вот здесь уже 7000. Я построю линию сразу в 7000. Если я введу вот в этом. Сколько я больше что ли задал? Я похоже заговорился. А нет, нормально. То есть если я здесь же. Здесь же опять же работают привязки. То есть мы можем различные привязки. У меня наверное сейчас они отключены. То есть сейчас вот F3. Привязку я включаю. И строю уже в этом направлении. 8000 опять же. И здесь теперь я просто-напросто замыкаю линию. Здесь же можно простроить сразу оконные проемы. Здесь же можно сразу например дверные тоже проемы сделать. И так далее, и так далее. То есть вы сразу можете построить здесь очень быстро и легко. И потом просто сохранить в автокад. Нажимаете Save S. Сохраняете в DWG формате. И потом уже в 3D Max. И переходим в 3D Max. И через файл импорт импортируем наш чертеж. Вот. Друзья, прошу писать мне исключительно в чате. Попозже, когда я разблокирую. Не писать в Facebook. Не писать в ВКонтакте. Иначе я буду очень серьезно отвлекаться. Хорошо. Итак. Сейчас. Автокад. Ну в принципе вот и все. С автокадом приходится работать со слоями. То есть поверх всех чертежей. Поверх всех линий. Которые вам приходят опять же от архитекторов. Например. От проектировщиков. Соответственно. Соответственно. Необходимо. Я всегда создаю верхний слой. Поверх их линий. И обвожу своим. Например. Красным цветом. Строю свою линию. Которую уже импортирую. Кроме того. При импорте из автокада в 3D Max. Возможно включение. Либо отключение определенных слоев. Давайте приступать к моделингу. То есть я не буду сейчас импортировать из автокада. Время мы и так с вами потеряли. Прошло практически полчаса. Пока мы проект подготовили. Пока я про нюансы вам рассказал. У меня получилась вот такая коробочка. 7000 на 8000 на 4000. Соответственно. На эту коробочку. К этой коробочке я могу теперь применить редактируемый полигон. Для того. Чтобы получить доступ к точкам и к полигонам. Потолок мы сразу можем. То есть мы можем выделить потолок. Этот потолок от Detach. Переходим на уровень полигонов. Переходим. Еще раз друзья. Прошу прощения за скорость. На все вот эти кнопки я обращаю внимание в своих подробных курсах. Схемы. Я уже сейчас готовлю схемы к новейшему курсу. Абсолютно новые схемы хочу уже демонстрировать. То есть все схемы по назначению каждой кнопочки. Для чего она нужна. Где она используется на практике. В каких моделях. И это касается и редактирования сплайна. И редактирования полигона. И вот этих всех. Вот риббона вот этого замечательного. Здесь огромное количество инструментов. И ретопологию мы проходим. И создание игровых моделей. Для движка тоже будем проходить. Я говорить буду про создание качественной топологии. Но это конечно же не уместить в часовой. Либо полутора часовой вебинар. Поэтому я буду говорить только про конкретные кнопки. Которые я использую в данный момент. Здесь я сейчас использую Detach. То есть я ищу справа Detach. И отсоединяю нашу потолочную. Можно сказать. Теперь я выхожу из редактирования. Да. Вот подключивает 16-ый 3D Max. Это да. То есть такое может быть. Даже вот он мне включает. Обалдеть. Вот. Наконец-то он вышел. Так. Теперь я. Да. 16-ый 3D Max очень-очень глючный. Очень-очень глючный. Видите что происходит. То есть как будто у меня сейчас прижата на клавиатуре какая-то кнопка. То есть это такое бывает. То есть вот он Shift что ли прижал. Я не пойму. Не должен. Вот. Теперь отсоединился. То есть мы Detach потолок. Теперь у нас отдельно. Отдельная наша комната от потолка. В принципе. В принципе мы можем ее скрыть. Нажать правую клавишу мышки. И здесь выбрать Hide Selection. То есть пока мы скрываем не на слой. А просто скрываем наш потолок. Потом мы в любой момент можем его включить. Кроме того у нас есть замечательная галочка в рендере. Которая отвечает за Render Hide and Geometry. То есть мы можем ее включить. И все что у нас скрыто. На слоях. Либо вот таким вот образом. С помощью правой клавиши мышки. На рендере будет проявляться. Это часто я применяю при клонировании растений. При клонировании малых архитектурных форм. То есть я их клонирую и скрываю. Но на рендере они появляются на рендере. Появляются на рендере. И не тормозят. Перед рендером не тормозят абсолютно сцену. Теперь нам что необходимо сделать. В принципе. В принципе тут интерьер максимально простой. Здесь нам необходимо сделать какую-то разбивку. То есть мы видим что у нас есть определенное количество рам. Соответственно что я делаю. Я выделяю ребра. Теперь перехожу на уровень ребер. Выделяю верхнее и нижнее ребро. И только у этой грани разбиваю. Сколько мы создадим. Я сейчас разблокирую чат. Сколько мы создадим с вами здесь переплетов. Ну я думаю что остановимся на шести. То есть шести переплетов будет вполне достаточно. Как вы думаете друзья. Вполне достаточно или не вполне достаточно. Разблокировал чат. Можно пять. То есть можно в принципе пять. Использовать. Шесть. Все правильно. Да. Максим ответил вперед всех. Значит я ставлю шесть. Ок. Достаточно. Да. Теперь я выделяю полигоны. Теперь я выделяю вот таким вот образом полигончики. И применяю инсет. Но инсет я не применяю. Для того чтобы создать соответственно сверху и снизу определенные ограничения. И сами вот эти рамы наши немного можно сказать раздвоить. Для этого я нажимаю с можно правой клавишей мышки как угодно. Можно здесь найти справа инсет и нажать на табличку рядом с инсетом. У нас появляется плавающее вот такое окно. Опять же это отличие от предыдущих старых версий 3ds Max. Здесь мы выбираем buy полигон. Для того чтобы у нас инсет происходил вот таким вот образом я вам сейчас отличие покажу. То есть вот это просто по группе. То есть полностью вся группа. То есть грубо говоря полигон клонируется внутрь. С внутренней направляющей. Обязательно сохранять стэк модификаторов. Обязательно. Конечно если вы хотите исправлять дальше модель. Если не хотите то зачем нет. То есть если вы хотите продавать, выставлять на продажу модель. То вы можете и не сохранять. Даже не можете, а нужите. То есть нужно не сохранять. Чтобы никто не получил доступ к исходнику модели. Откуда были габариты комнаты? Из головы. Из головы. То есть на самом деле здесь я приблизительно посчитал. Сколько может быть аквариум метров. Сколько и так далее. Куда можно выставлять модели? Друзья все эти вопросы пожалуйста в конце вебинара. С удовольствием отвечу. Сейчас 161 человек в чате. Если я буду отвечать на вопрос каждого из вас сейчас. Мы с вами ничего абсолютно не успеем. То есть на все вопросы с удовольствием я отвечу в конце вебинара после основной нашей части. Договорились? В том числе я всегда доступен вконтакте. Я лично отвечаю. На многие вопросы я лично отвечаю. И с удовольствием отвечу на ваш. Так. 6, 5 на 3. Может быть я другую чуть-чуть использовал. Другое соотношение. У вас есть проблемы? Ну в принципе вы видите нет. Иногда бывают глючки. Но особых нет. После кстати сервис пака многие говорят что начинаются проблемы. У меня наоборот некоторые проблемы ушли. Только появилось двойной. Я его никак не уберу. Двойной селект. В принципе все остальное. Тоже подвисать проработали только у нас при трансляции. Ну еще раз повторяю друзья. Установите Яндекс браузер. В Яндекс браузере ничего обычно не подвисает. Здесь мы с вами приблизительно должны создать. Ну я думаю что остановимся на 40. На 40. Параметр 40 я выставляю для инсета. Я думаю ну может быть 50. Давайте чуть побольше. 50 выставим миллиметров. У нас получается вот такой результат. Если мы посмотрим изнутри. Давайте более нежными их сделаем. Давайте сделаем их 40. Окей. То есть мы теперь получаем вот такую штуковину. Теперь мы можем детечить уже стекла. В принципе да. Мы можем всю стену эту детечить. Чтобы она у нас отдельно была. Я сейчас покажу вам как сделать уже после. После вот того что мы с вами проделали. Я нажимаю на клавишу детеч. У меня происходит отсоединение. Да вот только опять же видите. Вот это глючок да. То есть вы видите что подглючивает. То есть у меня происходит отсоединение. То есть стекла теперь у меня отдельные. Я сейчас для того чтобы вы видели что стекла реально отдельные. Я создам стандартный материал. На него назначу например какой-то вот такой голубой цвет. И его назначу на наши стекла. Вот в принципе что у нас получилось. Да. Сейчас включаю полный экран. Прошу прощения. Заговорился. Теперь мы снова переходим. Снова переходим к редактированию. У меня могут быть глюки друзья. Из-за того что я просто веду трансляцию. Понимаете. То есть без трансляции у меня вообще никогда глюков нет. И вот видеокурсы и проекты я делаю достаточно быстро. Никаких глюков здесь нет. Обычно. Так вот. Я выделяю и опять же детеч. То есть у меня теперь будет все отдельно. У меня отдельно вот этот объект с этим объектом. Да. Вот они. Отдельно у меня сама комната. Соответственно этому объекту объекту с нашими рамами я могу придать толщину. Толщину мы можем придать опять же двумя основными способами. Здесь мы можем кстати на уровне редактирования точек, к примеру, если есть такая необходимость, отредактировать высоту. То есть чуть-чуть повыше сделать порожек, да, к примеру. Ну и так далее. Теперь как мы можем придать толщину. Толщину мы можем придать в экономном режиме, что называется, в экономном режиме полигонов. А можем придать не в экономном. Не экономный режим это Shell. То есть это параметр, модификатор Shell. То есть мы назначаем модификатор Shell и ему задаем, например, 30 мм. У нас получается сразу рама с определенной толщиной. Иногда в определенных моделях происходит искажение после действия модификатора этого. Но в данном случае все нормально работает. Но создаются полигоны и вот на этой части, которая нам будет не видна, в принципе, да, и на внутренней части, и на внешней части. Мы можем воспользоваться экструдом. То есть если вдруг вы не хотите пользоваться Shell, хотите сэкономить полигонов, достаточно много полигонов, да, то есть у нас же только интерьер, да, то есть экстерьер мы с вами не планируем делать. Поэтому я могу выделить вот таким вот образом полигоны и нажав на горячую клавишу Shift и Shift-E на клавиатуре произвести экструдирование. Вот таким вот образом, да, то есть вот здесь у нас полигоны не будут созданы везде, в других местах. Они, соответственно, создаются. Вот, то есть мы сэкономили какое-то количество полигончиков. В принципе, создали вот такую уже модельку. Мы можем теперь выставить камеру, да, то есть камеру мы выставляем из окна перспективы, не из окна ортографики, не из окна какого-то другого. Мы выставляем из перспективы. Соответственно, я перехожу в окно перспективы, да, то есть смотрю, какой у меня здесь вот ракурс. То есть ракурс такой, что у меня камера смотрит точно на угол. Есть различные инструменты, такие как Match Viewport, например, в 3D Max, для того, чтобы более точно выставить перспективу. Но я всегда в основном делаю на глаз. То есть это быстрее всего и, можно сказать, даже правдивее всего. Я выставляю вот такую перспективу, нажимаю на горячую клавишу Ctrl-C на клавиатуре. Эта горячая клавиша действует во всех версиях Max, и у нас создается камера. Вот она. Теперь мы всегда можем перейти в этот вид, нажав всего лишь одну горячую клавишу C на клавиатуре, да, C. Теперь мы можем перейти к настройкам, то есть настройки камеры, какие могут быть. Я нажимаю правую клавишу мышки на названии камеры во Viewport в левом верхнем углу. Здесь выбираю Select Camera, выделить камеру для того, чтобы с ней поработать. И далее изменяю, к примеру, фокусное расстояние. То есть я могу вот таким вот образом отрегулировать, ну, грубо говоря, ну, фокусное расстояние, по-другому и не скажешь, да. Сложно тут какие-то другие термины использовать. Кроме того, мы можем здесь включить уже горизонтальную и вертикальную перспективу. Все это мы настроим чуть-чуть позже, когда у нас уже будет настраиваться непосредственно рендер. Итак, теперь давайте помоделируем что-нибудь, да. То есть, в принципе, мы смоделировали... Горячие клавиши сейчас, конечно, подключивают. Видите, что у меня тут высвечивается. То есть у меня как будто Shift зажимается. Но, может быть, это опять же происходит из-за записи. Обычно ничего такого нет. Давайте теперь смоделируем стол. Непосредственно будущий наш аквариум, да, вот он. Смоделируем для него столешницу и смоделируем, попробуем какие-то более интересные элементы, такие как... Ну, вот эти элементы, я думаю, совсем неинтересны, да. То есть они создаются буквально там за несколько секунд, да. То есть мы можем использовать, в принципе, наш же, опять же, референс. Взять бокс и создать вот такой очень сложный элемент, черный, да. Черный, 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 ну, назову его прямоугольник, ладно. Так. Вот что у нас получается. Можно его чуть-чуть побольше сделать. Включить угловую привязку и повернуть на 90 градусов. Поворачиваем и двигаем, соответственно, вот сюда. Можно сразу применить материал к этому объекту. В принципе, потолок, может быть, у меня и слишком, конечно, высокий, объемный и так далее. Но лучше чуть-чуть больше, чем меньше, что называется, да. И здесь же, опять же, наш референс мы можем редактировать. Ну, ладно, не буду на это сейчас время тратить. То есть я сейчас увеличу просто-напросто вот таким вот образом его, наш объект, и поставлю на место. Из него же мы сейчас сделаем... Не, из него не будем, так как мы уже масштабировали его. Следующее. Я с Shift переношу, с Shift по оси Y и включаю Instance. Окей. То есть теперь я несколько создаю копий. То есть в данном случае сколько у нас копий? Четыре. Мне необходимо еще три копии. Да, я установил две, еще три. Вот что у нас получается. Почему я установил Instance? То есть если теперь я применю на одну из моделей, например, редактируемый полигон, перейду на уровень полигона и удалю этот полигон, у меня этот полигон будет удален во всех остальных моделях. И я смогу редактировать, опять же, все модели разом. То есть изменять какие-то параметры, изменять глубину и так далее. То есть обязательно-обязательно одинаковые элементы размещайте в качестве Instance. Окей. У нас получился следующий результат. То есть мы переходим, если в камеру, то в принципе что-то там напоминает отдаленно. На масштаб не смотрите. Масштаб можно подстроить, так как мы делаем все без шортежей, что называется, на глаз. Этот интерьер можно смоделировать там за два часа спокойно вместе с материалами. Вот. И так как я здесь много-много все-таки болтаю и уделяю внимание многим нюансам, то уж извиняйте. Бокс создаем, да? Стандартный бокс. Здесь у меня размер, я думаю, 4 метра. То есть я сразу изменяю размеры 4000 на пусть будет 1200, да? Согласитесь с таким размером? Ну, я думаю, что пока я сделаю 800. То есть у меня 800 будет высота, у меня получился вот такой наш стол основной, да? На который будет выполнять роль нашего аквариума. В принципе, аквариум относительно готов, да? То есть нужно создать внешние стенки, можно создать еще вот такую столешницу красивую, даже не можно, а нужно. Как это сделать, да? То есть столешницу мы сразу можем сделать, конвертировав... Давайте покажу правую клавишу мышки. Правую клавишу мышки нажимаем, здесь выбираем конверту, конверту editable поле, выделяем два вот этих полигона и с шифтом их клонируем в отдельные объекты. Ставим галочку clone to object, клонируем в отдельные объекты. После этого я снова выбираю этот объект, и теперь мы можем применить к нему как раз shell. Мы применяем к нему shell, можем назначить... Давайте назначим пока вот этот голубенький материал для того, чтобы отличать созданный объект от другого, да? Естественно, вы видите, что он чуть-чуть выпирает. Нам необходимо поверх shell применить editable, редактируемый полигон, выделить точечки, выделяем точечки, эти точечки изменяем. Окей, то есть вот в таком вот виде чуть-чуть расширяем действие нашей столешницы над аквариумом. Вот что у нас выходит. Кроме того, естественно, нам необходимо чуть-чуть потолще его сделать, да? Мы опять же это делаем уже на уровне полигонов. У нас получается вот такая столешница, которую мы будем, естественно, натекстурировать и делать красивой-красивой. В нашем аквариуме мы можем удалить верхнюю крышку, естественно. Она нам не нужна, она в принципе не видна. Она будет нам только мешать, оставим только дно. Сему аквариуму мы можем задать толщину. Толщину можем задать не 30 мм, а 20 мм. Кроме того, вы видите, что вот здесь красивый каркас, есть еще почва, поверхность. Как создать эту поверхность я тоже сейчас вам расскажу быстро, быстренько и, надеюсь, конкретненько. Вот, то есть мы можем сразу вот такие изменения произвести. Поверх shell мы опять же назначаем модификатор edit poly. Переходим на уровень точек, выделяем вот эти точки и чуть-чуть их поднимаем. Вы видели на референции, что у нас основание нашего аквариума, оно выше, толще, чем основные стенки. Кроме того, можно даже основу создать для этого аквариума. Мы не будем сейчас уделять время, тратить на это время. Я сейчас лучше покажу вам следующую технику. То есть как создать дно, такое интересное какое-то, ландшафт создать, дно создать. Вообще для ландшафта есть отдельные программы. Классная программа, которая называется World Machine. Она создает обалденные ландшафты, она сразу генерирует хейтмэпы. Там же можно покрасить этот ландшафт и подготовить хейтмэп для Unreal. В самом Unreal классно строится ландшафт. В 3D Max ландшафты строятся. У меня в одном из курсов по базе отдыха я порядка 6-10 способов создания ландшафта о этих способах рассказывал. Мы сейчас будем с вами использовать достаточно простой способ. Что мы сейчас сделаем? Опять же Shift я переношу в отдельный объект основания нашего аквариума. У нас получается отдельный объект. Вот он. Ему необходимо задать большее количество полигонов. Соответственно я перехожу на уровень ребер. И с помощью Connect вот таким вот образом создаю, ну предположим, давайте остановимся на 30 полигонах. Можно даже побольше. Давайте 50 полигонов мы вот данному виду зададим, данным ребрам. Теперь мы выделяем в другом направлении ребрышки и создаем. Здесь уже можно создать 20, я думаю, полигонов вполне будет достаточно. То есть вот таким вот образом мы увеличиваем количество полигонов. Можно, кстати, применить модификатор Tessellation для увеличения количества полигонов на нашем объекте. Но вручную увидеть, что недолго и достаточно эффективно. Теперь мы можем что сделать? Мы можем применить модификатор Noise, к примеру. То есть мы ищем в модификаторах Noise. Применяем модификатор Noise. И здесь по оси X, по оси Z задаем определенные параметры. То есть у нас уже получается, вы видите, что получается вот такие вот, ну можно сказать, изъяны рельефа. Так, чтобы мне... Так, как бы нам... Давайте сразу прозрачным его сделаем. Заодно я вам покажу быстренько, как создать Vray-овский материал. Прозрачный именно, да. То есть я сейчас перехожу в Vray-материалы. Здесь выбираю Vray. Он у меня не активирован. Перехожу сначала, активирую Vray. Рендеринг. Рендер-сетап. Здесь я выбираю... Вот, кстати, опять же поменялось окно по сравнению с другими 3D Max. Здесь нам нужно выбрать вместо Default Skyline Renderer, нам нужно Vray это выбрать. У меня установлен Vray 3.2. Сейчас максимально эффективный, на мой взгляд. Пока что Vray вот уже планирует совсем новый. Уже выпустили, по-моему. Но я пока использую эту версию Vray. Я его активировал в настройках рендера. Теперь у меня в самих материалах должен появиться Vray MTL. Этот Vray MTL я перемещаю. В Corone мы тоже с вами его создадим. То есть, в Корону, в принципе, потом сконвертируем эти все материалы очень быстро и получим результат. В Корону намного проще. У меня студенты осваивают на курсах за буквально один вебинар Корону. Либо она нравится кому-то, либо не нравится. То есть, есть сторонники-приверженцы. Есть так же, как и кто-то любит Toyota, кто-то любит Honda. Так же и Vray Корона. В Vray я сразу создаю параметр рефракта. То есть, я делаю максимально прозрачным объект и применяю его к нашему бассейну, к нашему аквариуму. Вот что у меня получается. Вы видите, да? То есть, у нас есть теперь прозрачное стекло, грубо говоря. Там у нас на дне лежит вот такая штуковина. Почва. Можно сказать, эту почву мы можем доправить. Назначить модификатор, например, Edit Poly. И с помощью Edit Poly на уровне полигонов вручную какие-то изъяны создать. Делается это с помощью инструмента под названием Paint Deformation. В самый низ мы прокручиваемся. Выбираем здесь настройку Push and Pull. Выбираем, смотрим, какой у нас радиус кисточки. Радиус кисточки, я думаю, лучше повысить. Я сейчас задам 300. К примеру, вот он получше уже. И Push, Pull, Value я задаю 50. То есть, теперь, если я начинаю рисовать, вы видите, что я вручную редактирую. Ну, грубо говоря, как в ZBrush, как в Mudbox, я редактирую наш рельеф. То есть, я могу с Alt, например, наоборот, произвести вдавливание. Но оно нам в данном случае не нужно, да? И с обычным нажимом левой клавиши мышки я произвожу вот такие выдавливания. Тем самым я создаю неоднородность на нашем аквариумном дне. Да, потом, естественно, мы назначим сюда еще текстуру. У текстуры будет Displace, у текстуры будет Bump. И это создаст еще определенную долю реалистичности. Кроме того, мы можем назначить TurboSmooth, например. И у нас уже будет вот такая красивая поверхность. С текстурами и с материалами она, опять же, будет смотреться совсем по-другому. Более красиво, более реалистично. Ну вот, в принципе, с аквариумом мы самим контуром, можно так сказать, закончили. Да? Выслушаю ваши вопросы. Я сейчас чат разблокировал. Выслушаю ваши вопросы, друзья. Не забывайте сохраняться. Не забываем сохраняться. И, соответственно, сохранять этапы. То есть я здесь нажимаю Save S, нажимаю плюсик и сохраняю следующий этап. Нет пока вопросов, друзья. Продолжаем. Камера справится не в ИРЭевской. Не в ИРЭевской. Но, в принципе, все настройки в ИРЭевской. Вот здесь есть в InVarimity. Мы их можем применить. В ИРЭЭкспо уже контроль. И все настройки. Я проводил вебинар и рассказывал, как создать ИРЭевскую камеру в 16-м 3D Max. Запись будет, друзья. По поводу записи я опять же говорил. Запись буду высылать только тем, кто был на вебинаре. Во-первых. Во-вторых, кто готов выполнять домашние задания. Может быть запись мы еще не решили. Может быть все записи вебинаров будут сразу в конце. Так как это курсик, как я его говорил. Это небольшой курсик. Поэтому, может быть, сразу все записи я позже вышлю. Камера не в ИРЭевской, она физическая. Она позволяет делать очень многое. Мы про нее говорили. Она делает все очень быстро, красиво. Позволяет без каких-либо проблем. Поверьте, друзья. Поэтому не пугайтесь этой камеры. С ней все хорошо. Ничего плохого. Абсолютно ничего плохого в ней нет. С ней есть те же самые контроли перспективы. Вот перспектив, контроль. Вот здесь мы можем, например, горизонтал, вертикаль, там все что угодно подвинуть. Авто можем поставить. Здесь уже есть автоматическая коррекция. Вот чего мне не хватало, особенно при создании роликов ранее. То есть, чтобы автоматическая коррекция перспектив была. Это очень-очень серьезная фишечка. Очень-очень хорошая фишечка. Меня не забудьте, я буду подмайку делать. Дмитрий, ну делайте подмайку. Плейн, битмэпс, картинка, сохранив соотношение сторон картинки. Я показывал, друзья, вначале. То есть, вы смотрите картинку, размер картинки в фотошопе. Создаете такой же плейн по размеру вашей картинки. И все, и назначаете эту картинку на ваш плейн. И все получается. Наталья, что надо? Запись? Запись постараюсь сделать. Но, как я уже говорил, может быть в конце. Сейчас я быстренько создам еще враевский материал под черный. То есть, пока я не называю, я не трачу на это время. Ну, чтобы нам выделить, опять же, те элементы, которые мы создали. Вот такие вот красивые, красивые элементы. И главное, сложные, очень сложные в моделинге. На аквариум, да, я сейчас назначил стекло простейшее. То есть, я его не настраивал. Просто изменил рефракт. И все. У меня все ключи даже через Яндекс. Надеюсь на запись. Ну, может быть, дело в интернете, Наталья. А с таргетом в этой камере как? Нормально. Тоже таргет есть. Вот он, таргет. И глубина резкости настраивается. Притом, глубина резкости, опять же, я на предновогоднем вебинаре показывал, что глубина резкости демонстрируется в режиме реального времени здесь, в 3D Max. Мы можем уже настроить ее и посмотреть, как она действует. И коли наступные. Прошу писать по-русски, чтобы не тратить время на понимание языка. Как прозрачно сделать? Я изменил параметр рефракт. Про материалы мы с вами будем говорить, я думаю, посвящу отдельный вебинар точно. Настройки материалов для этой комнаты. Этот вебинар будет, я думаю, следующим. По четвергам, да. По четвергам. Что так, вариум, маленьковат. На референции он повыше. Может быть. Мы его можем очень легко изменить. Вот таким вот образом. Все это мы будем подстраивать. Я вам говорил, что, друзья, не обращайте внимания на наш с вами масштаб пока. То есть масштаб, все я буду доделывать. То есть я вам сейчас показываю принципы. Этот масштаб легко изменяется. Вы видите, очень быстро и легко. Если вы хотите повысить, например, побольше сделать крышку, поменьше сделать крышку. Кроме того, от камеры многое зависит. То есть насколько у нас фокусное расстояние у камеры отрегулировано. Все это очень серьезно. От этого серьезно зависит. 7 км. статистика полигонов. Да, то есть вы можете посмотреть количество полигонов. Что такое мегат. Повыше. А причем статистика полигонов я пока и не понял. Ну, друзья, продолжаем. Пока вопросов таких серьезных я не вижу. Все вопросы в основном по качеству. Качество серьезно зависит от вашего интернета. У меня никаких обычно сбоев. Можно, да. OpenSubDiff сейчас появился в 16-м 3D Max. Для этого можно отрегулировать параметры Increase. Очень классный параметр мы, кстати, можем, да, для углов, опять же. Но это немногие сейчас поймут. То есть это применяется уже в других... Особенно OpenSubDiff создавался для того, чтобы можно было регулировать количество полигонов на отдаленных и на приближенных участках. Вот. Нам сейчас это не важно. Мы создаем обычный интерьер пока что под V-Ray и под корону. Поэтому на количество полигонов мы не особо обращаем внимания. Нужно срезать для красоты. Срежем мы ребра. Все это мы срежем. Здесь все это делается просто. Ребра на... У кого ключ проблема интернет-браузера? Да, у меня супер. Яндекс-браузер, еще раз. Яндекс-браузер, он работает хорошо и не глючно. Давайте приступим к чему-то более сложному. Что вас сейчас интересует? Кресло либо стол? То есть вот у нас есть кресло вот такое. Я думаю, что краник создать никакой проблемы не будет. Создал. Давайте для разминки создадим с вами из линии. То есть я беру сейчас линию. Почву по бокам тоже создадим попозже. Ну, какую по бокам? По бокам здесь нету по бокам никакой почвы. Камни в аквариуме мы с вами создадим сегодня в Z-Brushe, например. Я вам покажу основные принципы. И вы почувствуете, насколько классно владеть большим количеством программ. Давайте, да, для разминки создадим под цоколь. Да, вот это тоже создадим. Здесь все очень просто. Давайте для разминки создадим вот эти, как их назвать-то, амфоры, сосуды. Да, мы создадим сосуды. Толщину тоже шеллом. Толщину создаем, задаем шеллом. То есть это делается очень быстро и легко. Да, это все. Я показал уже. Толщина песка, скорее всего, может, толщина... World Machine здесь абсолютно не нужен для того, чтобы задать толщину песка, Александр. Здесь все это делается намного проще. Всегда нужно использовать программы целесообразно. То есть я всегда студентов учу. Студенты всегда пытаются браться за все программы разом, делать очень многое параллельно. Я никогда этого не советую. Все мои курсы построены максимально с педагогической точки зрения продуманно и поэтапно. Для того, чтобы не было таких скачков. Для того, чтобы все программы усваивались очень-очень качественно. Так, просил... Хорошо, окей. Итак, я блокирую экран. Мы с вами приступаем далее к моделингу. Давайте сосуды эти смоделируем. То есть это моделируется... Вот этот сосуд мы можем сделать из-за цилиндра. Я вам покажу, как сделать из линии. Берем линию и строим вот какую-то... Такую вот здесь какую-то интересную. Сделаем вот так, например. Окей. То есть мы получаем... Нижнюю поверхность мы можем, кстати, тоже не брать. Мы получили вот такую линию. Теперь мы применяем модификатор лады. Настраиваем этот модификатор лады. У нас получается вот такой сосуд. В линии мы... Опять же, друзья, на все эти инструменты я обращаю внимание в подробных курсах. То есть расписываю в виде схем. Я схемы очень люблю. Я вам не даром показывал целые схемы огромные, да? На предыдущих вебинарах помните, какие мы схемы с вами проводили? Смотрели, да? То есть я вот здесь вам вот такие и такую схему показывал огромные. То есть я во всех своих курсах все эти схемы строю по инструментам, по, например, использованию софта. Вот мы с вами смотрели, какой софт. Вот количество программ, которые я использую. Мы насчитали более 15 в прошлый раз, на прошлом вебинаре. Если вы не смотрели его, посмотрите. На прошлом вебинаре я по всем этим программам проводил обзоры, показывал все этапы работы современного 3D-шника. То есть если вы думаете, что вы можете обойтись тем, что я сейчас показываю, вы очень сильно ошибаетесь. То есть вы думаете, о, классно, 3D Max, здорово, смоделировали быстро и все, и заработали денег. Сейчас деньги никто просто так не платит. Сейчас люди хотят видеть качество, видеть свои модели, своего интерьера. Притом, плюс еще на интерьере я вообще как бы ставку не делаю. Я делаю уже на виртуальную реальность и зарабатываю на ней уже. Поэтому для виртуальной реальности там уже как раз более 15 программ. Здесь мы что сейчас делаем? Мы на уровне точек выбираем параметр файлит и с помощью параметра файлита вот таким вот образом загрубляем элементы у нашего сосуда. Окей, то есть с этим мы получим большое количество полигонов, но зато мы получим очень быстро вот такой вот сосудик. Его мы можем сразу перенести непосредственно на наш объект, в нашу студию, можно так сказать, в наши интерьеры и поставить на свое законное место. Остальные все объекты мы можем очень быстро, опять же, несколько вариантов этой самой вазы, мы можем очень быстро смоделировать. Как? Очень просто, да? Можно с помощью Alt-A, горячей клавиши для выравнивания, выровнять по аквариуму и уже поставить на место. Варианты как мы можем создать? То есть мы копируем данную амфору и изменяем параметры уже не с инстансом, а именно с копией. И на уровне лайна изменяем параметры, то есть часть точек удаляем, например, да, нас они не интересуют. Эту точку тоже можно удалить. Здесь эту точку можно чуть-чуть выдавить, да, какую-то интересную вазу создать, и уже мы получаем совсем другую вазу. Таким образом мы создаем очень быстро и легко декор фактически любой сложности. Теперь приступаем, я думаю, к креслу, да, почему бы нет? Давайте создадим кресло, по крайней мере заготовку, то есть в любом случае здесь основное. Для геймдева вот эти нюансы, вот эти вот, вот эти, можно сказать, швы, да, углубления, они создаются Normal Bump, то есть они не моделируются, они прорисовываются непосредственно в ZBrush, и потом происходит запекание в развертку, и с помощью развертки создается в Unreal уже не менее детализированная модель, но с меньшим количеством полигонов. Это целый пайплайн, который, опять же, я демонстрировал на определенном вебинаре, и мы этот пайплайн очень серьезно проходим, он через ZBrush, через Substance Painter, через Substance Designer, через Unreal Engine, через тот же самый 3D Max, в 3D Max тоже можно производить запекание. Мы с вами будем моделировать, друзья, для VRA, для короны. Я на полигоны сейчас не обращаю внимания, хорошо? Еще раз повторяю. И мы с вами, я вот здесь подобрал несколько кресел, которые мы можем, на которые мы можем обращать внимание, так как это кресло, конкретно это кресло не нашел, не успел перед вебинаром. То есть вот что-то наподобие, мы сделаем что-то более сложное, да, то есть интеграцию вот этого кресла и этого кресла. Что нам необходимо сделать? Нам необходимо сейчас создать общую форму. Общую форму мы можем сделать, опять же, из бокса, можем сделать из цилиндра, можем сделать из линии, из чего угодно. Я сейчас думаю, что сделаю непосредственно из линии, да, как ни странно. Можно plane, то есть я вообще перед вебинаром планировал создавать это кресло из plane. Но мне почему-то сейчас моя левая нога захотела создать его из линии. Почему бы нет? Да, давайте попробуем создать непосредственно из линии. То есть здесь что мы сейчас делаем? Я беру линию, да, можем взять круг, сразу круг. И создаем, так как у нас кресло все-таки полукруглое, мы создаем вот такой полукруг. Круг, вернее, да. Потом конвертируем этот круг в редактируемый сплай. Переходим на уровень ребер, удаляем вот эти ребра. И теперь выделяем точки, точки мы можем, если мы просто выделим точки и конвертируем их в угловые, мы получим вот такую модель. Нам это не нужно, нам нужно еще разбить вот эти, вот эти ребрышки. Нам необходимо разбить еще на несколько точек. Я думаю, что этих точек пока будет по одной. Я нажимаю на кнопку Divide. И теперь, когда я конвертирую, конвертирую в конор в угловые точки, мы получаем вот такую с вами заготовку. То есть эта заготовка, соответственно, эту заготовку мы с вами будем использовать в качестве базовой модели для нашего кресла. Теперь мы ее перемещаем непосредственно к нашему креслу. Я по масштабу попал. Можно чуть-чуть увеличить размер данной линии на уровне сплайна. Вот таким вот образом. Можно в принципе, да, то есть если, например, хотите с большим количеством поработать полигонов, пожалуйста. Я привык работать с меньшим количеством полигонов, от меньшего к большему, что называется. Можно создать еще вот здесь дополнительные полигоны. Например, дополнительные ребра. Сейчас у нас получается 1, 2, 3, 4, 4 сегмента на круг. Тогда у нас получится в 2 раза больше. 8. В принципе, это чрезмерно. Вообще на круг, на все закругления перед турбосмуфированием я вам советую выделять 8-12 полигонов Это будет максимально корректно и вам не придется мучиться с определенными настройками Дополнительными настройками и подстройками вашей геометрии То есть я создал вот такой полукруг Теперь что мне необходимо сделать Я, например, его экструдирую То есть я вот здесь еще справа с функцию Extrude Экструдирую, создаю вот такой plane То есть у меня уже практически кресло готово Правильно? То есть я создал заготовку для своего кресла Extrude, соответственно, нам можно сделать поменьше То есть в принципе после экструда теперь мы назначаем редактируемый полигон И начинаем редактировать наше кресло То есть нас интересует, что вот таким вот образом оно пойдет под наклоном, к примеру Здесь мы как раз можем воссоздать Вот что у нас выходит Здесь мы можем создать еще одно ребро По одному ребру, да? Для того, чтобы у нас более плавно все это пошло И, к примеру, вот как-то вот таким вот образом верхнюю часть тоже изменить То есть мы получаем сразу вот такую с вами заготовку Заготовку для кресла Здесь же мы опять же поджимаем все в соответствии с нашим Вот здесь я могу увеличить чуть-чуть, да? То есть у нас получилось И здесь я поджимаю То есть мы чуть-чуть сжимаем Получаем вот такую модель Опять же я вам показываю принцип, да? То есть все это достаточно просто, легко изменяется Было бы какое-то представление, да? Объемное Вот у меня нарушение, опять же, видите, как происходит В ортографике То есть это, наверное, из-за того, что подключен у меня экран С 4К Такая, опять же, трансформация в перспективе происходит очень серьезная То есть не видно нормального вида модели То есть вот она у нас, модель какая получается А в перспективе она очень серьезно искажается В ортографике Может быть Так, надо вспомнить Может быть какую-то я настройку включал для какого-то проекта Итак, то есть у меня получилась такая штуковина При применении трубосмуфирования у меня получится вот такая уже спинка Которую мы можем использовать в дальнейшем Например, разрубив на определенное количество полигонов, да? Теперь мы берем, теперь мы берем что? Мы берем часть этой модели, вот эту часть Пока мы никакого утолщения не задаем И создадим, соответственно Создадим некую, можно так сказать Оплетку, да? Я на самом деле плохо представляю Как реально сделано это кресло Но я так полагаю, что Можно создать Одним целым Сейчас я думаю мы создадим Я сейчас думаю как лучше создать То есть Отсутствие хорошего референса Это всегда проблема То есть вот это кресло можно смоделировать за 5 минут Буквально Но отсутствие хорошего референса Всегда-всегда мешает Сделать Сделать это Давайте сделаем Почему бы нам не сделать Я думаю Цельным Давайте сделаем цельную модель Да, давайте сделаем цельную Цельную эту модель Я сразу сейчас Поверх этого Поверх этого объекта Назначаю модификатор Shell То есть я придаю толщину Сразу отрежу пока половинку То есть я перехожу Назначаю модификатор Этот поле Отрезаю половинку То есть у меня остается Только половина этого кресла Перед тем как отрезать Можно разбить Можно даже до Shell Было разбить До применения Shell Можно было разбить Вот эти ребрышки То есть мы на уровне полигонов Разобьем сейчас вот эти ребрышки Еще на точки То есть вот две точки создадим Для того чтобы получить Лучшее Лучшее Большее закругление Вот такое вот И здесь тоже кстати Вот здесь я тоже Чуть-чуть Вот таким вот образом Закруглю И половинку теперь После того как я назначил Edit Poly Я половинку данного кресла Удаляю Вот что у нас получается Да у нас получается Такая заготовка И теперь вот у этого Объекта Который у нас У которого происходит Утолщение Я выделяю полигончики То есть можем назначить В качестве В качестве истории Назначаем еще один Edit Poly Выделяем полигоны Вот эти полигоны Да И их мы экструдируем То есть мы теперь Создаем им толщину Задаем им толщину С помощью стандартной функции Extrude Здесь можно выбрать Выбрать Group Normals Либо Local Normals Для того чтобы Экструдирование происходило По локальным нормалям И утолщаем То есть у нас получается Следующий результат То есть мы У нас выходит Вот что То есть если я переведу В изолированный режим Мы получили вот такое утолщение И теперь из этого утолщения Мы начинаем Это утолщение Мы начинаем Видоизменять Можем назначить еще один Edit Poly Для того чтобы у нас Как раз стэк сохранился Достаточно серьезный Нижним полигоном Мы присваиваем Присваиваем Экструдирование И получаем Ну в принципе Вот такую заготовку Да То есть мы теперь Создаем Сидение Непосредственно Сидение Которое будет Нам Служить Как ни странно Сидением Да Теперь мы можем Работать Как в окне Проекции Front Как в окне Проекции Left Сразу можем Вытянуть Вот таким вот образом Создать само сидение Развернуть Определенным Под определенным Градусом Можно так сказать Да Саму Вот здесь опять же Сложность В том что У нас здесь происходит Манипуляция То есть направление идет Ну такое вот Такое вот Не очень стандартное Можно так сказать Да То есть мы можем Сразу выровнять Как У нас есть Очень хорошая функция Которая называется Flatten Make Planar С помощью нее Мы заставляем Нашу модель Заставляем Выделенные полигоны Стать плоскими Да Ну и соответственно Под разными углами То есть мы его Заставляем Стать плоскими И теперь нам Ничего не остается Кроме как Создать Вот такую модельку Теперь мы создаем Дополнительные полигоны Вот здесь можно Создать еще один Ребро Еще одно ребро Да И опять же Немножко наклонить Вот таким вот образом Здесь теперь мы Общую поднимаем Картину Окей То есть мы Получили следующий Результат И теперь мы Назначаем модификатор Симметрии Для того чтобы Вы сразу увидели Что у нас выходит Да Назначаем симметрию Выставляем параметр Y Здесь нажимаем На Flip Выбираем Flip И вот в принципе Заготовка для нашего Кресла готова То есть само кресло Фактически Да Сама седалищная часть Есть То есть нам Теперь необходимо Отредактировать его Можно это сделать Перед симметрией Естественно Да То есть здесь мы Вот эту часть мы Конечно же не видим Но опять же Мы можем применить Мейк планар Тот же самый И получить Очень хороший Результат То есть само кресло То есть для этого Нам желательно Выбрать Желательно выбрать Полигоны Которые мы хотим Запланарить Что называется И нажать Опять же на клавишу Мейк планар Находится справа Ниже чуть-чуть Мейк планар Окей Сделали Теперь по одной оси Можем сделать еще По оси Х К примеру И получить Вот такой результат Теперь в окне проекции Лефт Мы еще Я вот такую толщину Задам Чтобы более красиво Все было Более симпатично И с минимумом Количеством полигонов Вы видите Что я использую Минимум Для того чтобы Для того чтобы У нас не происходило Никаких нарушений И при закруглении Модель себя потом Хорошо себя повела Это очень-очень важно Ну и теперь В принципе мы можем Эту модель Достаточно серьезно Изменять Она у нас получается Вот такая глубокая Здесь мы тоже Чуть-чуть Отмасштабируем Да Вот таким вот образом Можем даже Сильнее сделать Здесь создать Дополнительное Ребрышко Дополнительное Ребрышко И его Опять же Изменить в пространстве Расположить Немножко по-другому И так далее Да То есть мы настраиваем Нашу модель Так как Мы хотим ее видеть Теперь применяем Симметри По оси Y И назначаем TurboSmooth Вы видите Что у нас получается Вот такая Моделька Какие-то вопросы Сейчас возникают Я буквально На 2 минуты Разблокирую чат И давайте Выслушаю Ваши вопросы Перед тем Как мы приступим К закреплению И созданию Непосредственно Оснастки Далее Нам просто Нужно Разрезать На определенное Количество Вот этих Швов Это делается С помощью К примеру Экструда Очень просто И легко Такая модель У матросов Нет вопроса Такая модель То есть Если хорошая Референция Если она Создается Буквально За 10-15 минут Потом Текстурируется То есть В час В час Можно вложить Полностью Создание Обалденной Модели Для того же Самого 3DDD Для TurboSquid Мне вопросы Приходили Недавно Опять же А учителей Вы студентов Создавать Про аккаунты На 3DDD Я написал Зачем То есть Все мои студенты Абсолютно Все мои студенты Уже после Первых двух частей Любого курса Сложного курса Могут создавать Качественные Классные Модели И их Рендерить Для любых Сайтов По продаже Моделей Не говоря Уже Для Например Ассетов Различных Такая Туча EditPoly Туча EditPoly Для того Чтобы я мог Отменить Любое действие То есть Я например Передвинул Точки Потом Создал Сверху EditPoly Еще раз Так как Например Назначил Extrude Назначил Insert И в любой момент Я могу Этот Insert Либо Extrude Удалить Из пинка Часть цилиндра Да Можно было из цилиндра Я же вам говорил Можно было из цилиндра построить Можно было из бокса построить Можно было из чего угодно Не в виде перспективы Ортогональной проекции Я привык так работать Друзья Ортогональной Потому как Опять же Большие Масштабные проекты Я вам показывал Это один из Проектов И он Максимально качественно Отображается В ортогональном окне Здесь Много чего было И там Вот такие проекты То есть Они работают Максимально Максимально Хорошо В ортогональных Проекциях Соответственно Лучше всего Работают Ну Нет никаких Искажений Да То есть Нет искажений Все это Работает Очень хорошо То есть Роли кстати Целые там На Очень много Гигабайт На очень много Количества Полигонов Так Какие вопросы Сейчас Все пока Нет вопросов Да То есть Мы с вами Можем продолжать Можем закреплять Я хотел В принципе Потом все скажу Какие-то Ремарки Сделаю По нашему С вами Креслицу По нашему С вами Модели По нашим моделям Закрепление Да То есть Прежде чем Применить Турбосмоф Нам необходимо Закрепить Закрепить Можно Либо Коннектом Да То есть Опять же Это делается Желательно Перед Симметрией Мы Выбираем Ребра И соответственно Выделяем Те полигоны Которые мы Хотим Закрепить Количество Полигонов Семерка Горячая клавиша Либо Либо Свойство Надо заходить Да То есть Нажимаем На 7 Общее количество Я Не так Делаю Я захожу В конфигурацию Вьюпорта Здесь есть Статистика И я включаю Только для Во-первых Ставлю галочку Show Statistic In Active View Во-вторых Я включаю Selection То есть Отображать Только на выбранных Только на выбранных Объектах Полигоны То есть После этого Я вижу сразу Сколько у меня Полигонов Выделенные модели Вот То есть Теперь я могу С помощью Connect К примеру Закрепить Да То есть Здесь мне В принципе В принципе Вот что нужно Я пока Чуть-чуть Сразу Исправлю Геометрию Геометрию Нашей Нашей Модели Чтоб она была Как-то Более Похожа На то Что мы Хотим Получить Так С горлом Что-то Начинается Неприятное Вот И вообще Я люблю Закреплять С помощью Swift Loop У меня Установлены На Swift Loop Горячие клавиши Ctrl Shift S На Риббоне Как я уже Говорил Огромное Количество Да Кнопка 7 Про 7 Я уже Сказал И про Отображение Статистики Правой клавиши Мышки Пока Блокирую Пока блокирую Снова Чат Хорошо На все вопросы На ваши С удовольствием Отвечу Попозже Теперь Swift Loop Один из моих Любимых Инструментов Swift Loop Очень позволяет Быстро Закреплять Модель То есть Мы можем Вот таким вот Образом Закрепить Действие Я сейчас В окне Проекции Front Покажу То есть Мы можем Закрепить Насколько Сильно Будет Распространяться Закругление На нашем Объекте Сделать Это можно Везде Вот таким вот Образом Я закрепляю Сразу Этот угол Этот угол Например Вот этот я Слишком сильно Закрепил Чем ближе У нас к краю Будет Тем Лучшее Закрепление У модели Будет Наблюдаться Теперь я Применяю Снова Симметрию Применяю Турбо Смуфирование Вы видите Что у нас Получается Более Четкая Более Красивая Более Симпатичная Моделька Теперь Снова Поверх Турбо Смуфа То есть В принципе Мы можем Поверх Турбо Смуфа Все это Назначить Для того Чтобы получить Определенное Нужное Количество Вот этих Самых Швов Да И Турбо Смуф Да Турбо Смуф И здесь У нас В принципе Один Можем Даже Без Турбо Смуфа Сразу Определенное Количество Полигонов Создать Здесь У нас Раз То есть Мы можем Разбить Вот здесь Еще Да Для этого Я применяю Можно До симметрии До этого Я применяю Вот сюда Еще Коннект Выделяю Полигоны Вот здесь Как раз Опять же Я применяю Edit Поле Для того Чтобы у меня Сохранилась История То есть Я в любой Момент Создание Вот этих Дополнительных Ребер Я мог Отменить То есть Понимаете То есть Я вот здесь Сейчас Фактически Фактически Вот здесь Везде Я создам Дополнительные Ребра Это У турбо Смуфирования Вызовет Определенный Шок Отчасти То есть Это нам Не очень Нужно Но зато Мы можем Сразу Получить Вот здесь Вот Те Швы Которые Мы хотим Получить В принципе То есть Вы видите Что искажение Модели Уже Наблюдается Можем Так Можно Как я уже Сказал После Турбо Смуфирования И если Я сейчас Удалю Delete Просто Сделаю Edit Поле Которое Я создал Дополнительное Я очень Быстро Вернусь К исходной Модели И уже На ней Вот после Турбо Смуфирования Все таки Мы можем Создать Вот эти Самые Шовчики Вот эти Самые Углубления Сделать Это Просто И легко С помощью Обычного В данном Случае Так Единственное Что Вот В данном Случа Как раз Можно Было Даже Нужно Было Создавать В виде Отдельного Объекта В виде Отдельного Объекта Вот эту Спинку Но так Как мы С вами Решили Создать Все это Одним Целым То Нужно Будет Потратить Время Вот на Такие Небольшие Виды Исправления Да Окей То есть Я вот Здесь Исправляю Можем Можем До Применения Симметрии То есть Мы можем Выделить Выделить Вот эти Ребрышки Например И их Вон туда Вот внутрь Прям Вдавить Получить Вот такой Эффект Эффект Вхождения Этой части Во внутреннюю Область И опять же Закрепить В принципе Мы можем Закрепить С помощью Того же Самого Свифт Лупа Напоминаю Что Горячая клавиша Shift S То есть Теперь Если мы Назначаем Назначаем Турбо Смоф У нас Наблюдается Вот такой Эффект Внутреннего Углубления Ну и В принципе Продолжаем Да Продолжаем Выделять Ребрышки То есть У меня Так как Я добавил Давил И перевыделил Ребра У меня Произошло Следующее Теперь я Теперь я Смотрю Смотрим На референс Да Где нам Необходимо Их создать Показываю Сейчас Оснастку Оснастку Ну я думаю Что в принципе Тоже Недолго Создать Можем Вполне Так Здесь Мы Здесь Мы Выделяем Мы можем Что сделать Давайте Так Сделаем Так Как Опять же Как Я уже Говорил Что Мы С вами Работаем На Одних Элементах Я Выделяю Вот Этот Объект Вот Таким Вот Образом Единственное Не надо Выделять Вот Этот Внутренний Да То есть Он нам Не нужен Абсолютно То есть Мы снимаем Все выделения Все лишние Выделения Мы сейчас Скроем Оставим Видимым Только тот Элемент Который Нам нужен Можем В принципе Его даже Детечить Но Детечить Не хочется То есть Мы Выделяем Ок Вот Да Кстати Надо было Сразу Да У меня уже Мозг Начинает Притормаживать Надо Половинку Удалить Удалить И уже Вот здесь Здесь уже Производить Следующее Мы снимаем Выделение Столько С тех Моделей Которые Оставляем Только ту Модель Которую Мы будем Править Сейчас Только ту Часть Модели Часть Оставляем Оставляем Остальное С остальным Мы С остальным Мы снимаем Выделение Здесь тоже Нужно Оставить Оставить И теперь Ищем Справа Функцию Которая Называется Справа Ищем Функцию Которая Называется Unheight Unselected То есть Мы скрываем То что у нас Не выделено Оно Скрывается И после этого Мы можем Просто и легко Выделить Те ребра Которые Нас Интересуют И их Экструдировать То есть Мы выделяем Это ребро Выделяем Это ребро Выделяем Это ребро И так далее Но я думаю Что я в принципе Каждое Выделил Ребро Здесь можно Внизу Их не выделять Я думаю Что там Уже таких Швов Нет На седалищной Части И после того Как мы Это сделали Мы теперь Можем Экструдировать Для экструдирования Мы опять же Можем добавить Дополнительный Edit Поле Чтобы в любой Момент Можно было Удалить его И экструдируем Внутрь Внутрь только То есть Мы создаем Вот такой Внутренний шов Мы экструдируем Наш объект У нас получается Следующий Результат И при применении Труба смуфа Давайте я вам покажу Единственное Что нужно Еще будет Закрепить У нас получается То что нам нужно Единственное Что эти швы Необходимо Будет нам Закрепить Простым Коннектом К примеру Либо коннектом Либо свифт лупом Мы их берем И закрепляем Чтобы у нас Не происходило Никаких Искажений Данных шовчиков Создаем Дополнительные Ребрышки Опять в изолированном Режиме Опять же В принципе Ну вот так Достаточно Быстренько То есть Мы Закрепляем Чем ближе У нас будет Располагаться Ребро Тем лучше Будет наблюдаться Закрепление То есть Мы Вот В таком Тихом Режиме Создаем Вот такую Модельку Вот с таким Закреплением Да Теперь Теперь мы Естественно Теперь мы Естественно Переходим На уровень Полигонов Ищем Опять же Функцию Unheight То есть Нам необходимо Unheight All сделать И на вот этой Модельке Сделать В принципе То же самое То есть Нам теперь Выделить Нужно Те ребра Которые Нас интересуют Вот здесь Уже Опять же Они могут Быть В принципе Эти ребра Пусть будут У нас Каждый Каждое Первое Ребро Вертикально Да Мы их Выделяем Экструдируем И закрепляем Так Нажимаю На экструд Экструд У нас Уже Задан Теперь Закрепляю С помощью Свифтлупа С помощью Можно Свифтлуп Вот здесь Я покажу Да То есть Чем дальше Мы Свифтлуп Будем Создавать Тем Качественнее У нас Чем Тем Более Мягким У нас Получится Объект Чем дальше Мы будем Его располагать Тем Менее Мягким У нас Получится Объект Окей Мы получили Вот такой С вами Результат Теперь Мы назначаем Симметрию Представляете Сколько у меня Уже в стейке Модификаторов Какое количество Модификаторов Да И теперь Назначаем Турбосмут То есть У нас Получается С вами Вот такое Креслице Оно Достаточно Мягкое Симпатичное Закругленное Здесь На седалищной части У нас Этих шовчиков Нет Мы получаем Вот такую Модель Ну и в принципе Самое простое Остается Сделать Для него Саму Седалищную Часть Сделать мы ее Можем Опять же Монолитной Можем Сделать Из бокса Можем Сделать Опять же Из плейнов Я Посмотрю На референс Давайте Посмотрим Один из референсов Вот этот Наверное Больше всего В данном случае Подходит И Что-то Наподобие Такого Нам необходимо Сделать Мы это Можем Опять же Из плейна Чтобы Я чуть-чуть Изменю Сам референс Для скорости И создам Следующий Результат Получу Следующий Результат То есть Я создаю Так Как-то Так Так Окей То есть У меня получается Вот такой Сплайн Соответственно Я его редактирую Я покажу вам основы А потом уже Стульчик Сами создаете Я думаю Что это абсолютно Не сложно И быстро То есть С этим проблем У вас никаких Не возникнет То есть Я сразу Этот стул Сам сплайн Я вот таким Вот образом Искажаю Под тот Результат Который Мне необходимо Получить То есть Здесь Мне можно Вот Теперь Отредактировать Расположение Самого Самого Вот этого Крепления И так далее И так далее То есть Еще раз говорю Что референс Самое главное Референс Без референса Очень сложно Работать Очень-очень Сложно Работать И очень долго Обычно Работать Вы видите Что больше Время Я потратил На додумки Просто Как лучше Это сделать В плане Внешнего вида Было бы Например Был бы Очень хороший Референс Чтобы мы Никаких проблем Не наблюдали Теперь я В сплайне Например Включаю Рендеринг Эннабл 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 Включаю Отображение В виде Прямоугольника Задаю 50 на 50 Например Много Давайте Зададим 30 на 30 Давайте 40 на 40 Будет Самое то То есть Мы получаем Вот такой результат То есть В принципе Мы уже Заготовку Для нашего Стула Получаем Теперь применяем Edit Poly У данного кресла Необходимо У данного элемента Необходимо удалить Диагональ Она всегда возникает При конвертации Сплайна В трехмерный объект Ну в принципе В принципе И все То есть Мы с вами Теперь закрепляем Нижнюю часть Можно перед закреплением Ее немного Отмасштабировать То есть Я масштабирую Эту ножку Масштабирую Эту ножку Здесь мы можем Чуть-чуть Наоборот Увеличить Чуть-чуть Увеличить масштаб Создать Можем Чуть-чуть Изменить В таком направлении И так далее Но опять же Еще раз повторяю Что делать Все что угодно Можно Быстро Качественно Вы увидите Что получится Тот результат Который вы запланируете Главное Правильно Знать Как вы хотите Создать сетку В каком виде С какой топологией И тогда вы получите Тот результат Который вы ожидаете Получить А не который Вы не хотели Получить Вот То есть Я теперь С инстансом Произвожу Копирование Данного объекта По оси Y Отображение Произвожу Линии дополнительных Я не буду делать Я думаю Что вы самостоятельны Да Мы лучше Сейчас с вами Потратим время На еще Какую-нибудь Интересную тему Так Вот здесь Можно Чуть-чуть Увеличить Все-таки Радиус Окей Здесь что-то Интересное Создать В таком виде Ну и соответственно Дотянуть Чуть-чуть Дотянуть Что-то такое Да Мы создаем Что-то Что-то Нестандартное Которое Будет стоять У нас В интерьере Здесь Можно Подвинуть Ножки Чтобы она Не такая Закругленная Была Можно Произвести Закругление Еще и В других Направлениях Да То есть Мы Закрепили Только в Одном Направлении Внизу Здесь же Мы можем С помощью Дополнительного Закрепить Еще В этих Направлениях Да То есть Здесь Здесь Закрепляем Можно Здесь Сделать Как раз Чтобы сделать Точно Лучше Сделать С помощью Коннекта То есть Мы Выбираем Те ребра Которые Нас Интересуют И с помощью Двойного Коннекта Закрепляем Наше Ребро То есть Вот Что у нас Получается Окей Здесь Мы Закрепили В этом Направлении Мы Тоже Закрепляем Чтобы у нас Получилась Такая Симпатичная Прямоугольная Ножка У нас Выходит Следующий Результат Окей Какие Вопросы Друзья Возникают Ли Какие То Вопросы Есть Ли Вообще Какие То Вопросы Здесь Мы Можем Эту Ножку Доработать Опять же Перед Применением Трубы Смуфа Так Как У нас Есть Дополнительный Полигон Мы Можем Этот Полигон Выделить И его Чуть Экструдировать Создать Вот Такой Интересный Элемент И его Опять же Закрепить То Дорабатывать Мы Объект Можем Которые Я Хотел Вам Продемонстрировать Сегодня Ок Еще Можно Пониже Мы С вами Получаем Вот Такой Результат Общее Количество Полигонов На данном Стуле Сейчас 19000 Это Очень Много Это Очень Много Поэтому Я вам Говорил Что Эти Все Швы Создается С помощью Normal Bump И С помощью Запекания Создается Болванка Каркас С маленьким Количеством Полигонов Это Что Касается Непосредственно Real Time Рендера В режиме Реального Времени Создается Болванка И С помощью Этой Болванки Уже Происходит Манипуляции Огромное Количество Манипуляций Запекания Незапекания Применения Различных Объектов И так Далее Разблокирую Чат Сейчас Какой Вас Объект Интересует Друзья Что Мы Хотим Смоделировать Все Эти Этапы Все Эти Нюансы С нуля Абсолютно Я Рассказываю На своих Курсах Кстати На Unreal Hotel Для слушателей Данных Вебинаров Тоже Скидка Тоже Скидка Камни Да Камни Сейчас Мы С вами Посмотрим Стол В принципе В столе Ничего Сложного Стол Мы Тоже С вами Сейчас Создадим Основную Заготовку На Unreal Hotel Если Вы Хотите Все Эти Этапы Пройти Что Называется Без рекламы Никуда Я Вкладывал Силы Основное Направление У меня Создание Проектов То есть Я не могу До сих Пор Даже Занимая Директорские Должности Я не могу Без Без работы Обойтись Я стараюсь Всегда Что-то Моделировать Что-то Делать Что-то Придумывать Вот В том Числе И видеокурсы То есть Я создаю Различные Курсы И онлайн Курсы И это Unreal Hotel И Unreal Loft И вот Новый курс Который Я хочу Создать Сложно В каком Константин Плане Можно Попроще Можно было Создать Болванку И потом В ZBrush Например Ее детализировать Но если Вы хотите Получить Красивую Закругленную Модель Вы видите Что у меня Нет никаких Углов Лишних Она закруглена Более-менее Качественно Закруглена Мы ее Затекстурируем И она Будет Вообще Хорошей Чуть-чуть Поправлю Я соотношение Сторон Некоторых И так далее У нас Получится Вполне Нормальная Модель Swift Луп Закрепляет Ребра На глазок Да Connect Более Точно Я поэтому Вам показал Оба Этих Инструмента Как Вы все Успеваете Стараюсь Успевать Да Стараюсь Глаза Видите Какие Я же Вам показывал Сегодня Глаза Вот такие Вот такие У меня Глаза Скоро Будут Я не знаю Как я Выгляжу Сейчас На видео Но Такие Глаза У меня Точно Скоро Будут Две Половинки Цилиндров Можно Было Да Две Половинки Цилиндров Все Что Угодно Дерево Вот Эта Ножку Ножку Стола Тоже Можно Создать Можно С помощью Сплайнов Можно С помощью Цилиндров Создать Но Опять же Я бы Вам Советовал Создавать Из Максимально Прямоугольных Элементов Да То есть Не Какой То Цилиндр Сразу С огромным Количеством Полигонов Брать А Минимум Полигонов Как Валя Точно Как Валя Очень Позавательно Кратко Все Понятно Спасибо Пожалуйста Дмитрий Когда Покажете Воду Воду Покажу На Следующем Занятии Скорее Всего Я Говорил То есть У нас По Программе Вебинара Читайте Внимательно Друзья Программу Вебинара Я всегда Пишу Что мы Будем Делать На этом Вебинаре Ну Чуть Чуть Даже Больше То есть Я Больше Всегда Делаю То есть ZBrush Я Не Планировал Но Я Вам Сейчас ZBrush Покажу Как Создать Такую Штуковину Еще раз Демонстрирую Отчасти На фотографии Я вам Ее Показывал После Создания Лупа Комбинации Control Можно Да Можно Отредактировать Свифт Луп Можно Но Опять Это Не Точно Получается На Глаз Артем То есть Мы Выставляем Connect Мы Можем Задать Определенное Число И Выставить Здесь Уже С этим Некоторые Сложности Возникают Свифт Луп Это Больше Для Такой Скоростной Работы Для Части Эскизного Моделирования То есть Если Вы Хотите Создать Модели Вот Подобные Модели Где Я Здесь Я Деревья То есть Полностью Дерево Задбраш Это Все Я Показывал То есть Это Концепция Здесь Я Использовал Скоростные Методики И Все Это Показывал Этот Курс Идет В качестве Бонуса Но Я Уже Про него Рассказывал Не буду Сейчас Говорить Расскажу Только Тем Кто Заинтересуется Стекла Должны Иметь Толщину Да Для Лучшего Эффекта Каустики Для Вообще Лучшего Более Красивого Рендера Желательно Чтобы Они Имели Толщину Рыбки Плавать Будут Будут Почему Но Это Тогда Надо Рендерить Анимацию Понимаете Стек Настроек Правее Делается Очень Просто Правой Клавишей Мышки То есть Мы Щелкаем Правой Клавишей Мышки На Modifier Лист Выбираем Конфига Modifier Set И Выносим Определенное Количество Кнопок Которые Нас Интересуют И На Эти Кнопки Назначаем Все Модификаторы Которые Мы Пользуемся То есть Если Вы Пока Не Знаете Какими Модификаторами Вы Чаще Пользуетесь То В принципе Выносить Эти Кнопки Не Обязательно Со Временем В том Числе И Патефонной Комнатой Вы Уже Будете Представлять Какими Модификаторами Вы Сможете Работать Место Есть Правее Просто Выдвинул Вот Эта Панель Выдвигается Вот Таким Вот Образом Просто Выдвигаю И Все Ну Что Друзья Продолжаем Я Сейчас Что По Короне Будет На Следующем Занятии Либо На Следующем Занятии Либо Через Занятия То Мы С Вами Будем И В Рей Работать И В Короне Работать Я Вам По Возможности Покажу Нюансики Опять С Анимированными Рыбками Мария Я Вам Тогда Отправлю На Рендер Данный Интерьер И Будешь Рендерить Хорошо Без Проблем Анимацию Создадим Они У нас Будут Плавать В Хаотичном Порядке Как Система Частиц Либо По Определенным Маршрутам Например Можем Сделать Но Рендерить Этих Рыбок На Отдельном Канале На Отдельном Слое Будешь Ты А потом Будем Композить В Автор Эффекте Пожалуйста Но Это Будет Выступать За рамки Основного Мини Курса И Вы Уснете Если Волосы У вас Есть Они Зашевелятся На голове От количества Знаний За такие Краткие Вебинары Я никогда Не даю Вы Знаете Мария Ты знаешь Очень Хорошо Мои Курсы Очень Объемные И Подробные Я никогда Не тороплюсь В них Я стараюсь Максимально Подробно Рассказывать Для того Чтобы Усвоение Происходило Максимально Качественно Галопом По Европам То есть Даже Сегодняшний Вебинар Можно Назвать Галопом По Европам Да Ничего Мне все равно Интересно Замечательно Мирослав У меня Сына зовут Мирослав Люблю Это имя Как Отключили Подсветку Объекта Я знаю Да У меня Мирослав Вы Мирослав А у меня Мирослав И Владислав Сына Зовут Мирослав А дочку Зовут Владислав Лада Как Отключили Подсветку Объекта В Макс 2016 В каком Плане Вот Эту Что ли Сетку Сетку С помощью Клавиши F4 С тенем Отключаем С помощью Убираем Ставим Вместо Реалистика Shaded Вот Давайте Продолжать Друзья На все Уже Мы занимаемся Более Полутора Часов Вебинар Получается Достаточно Объемным Я думаю Что Давайте Основы Покажу Основу Мы можем Создать С помощью Той же Самой Линии Мы делаем Основу Для нашего Нюанса Элемента Сразу Производим У него Толщение Мы здесь Можем Задать 80 на 80 Например Задать Достаточно Широко Плагин Для полов Нет Я думаю Что текстуры Мы здесь Сделаем Полы Можно Конечно Использовать Флор Генератор Но Это Опять же Программу Данного Курса Сложно Будет Вписать Да Мир и Слава Скорее Спрашивали Про Синюю Обводку Про Синю А Синяя Обводка Да Это В 16 Максе Опять же В конфигурации Насколько Я помню Лишь бы Вспомнить Где Я ее Отключал То есть Она Отключается Отключается Она Я понимаю Да В 16 Максе Она Меня Очень сильно Раздражала Очень сильно Раздражала Наверное В преференциях Customize Preferences И здесь Есть Viewports Вот они Настройки В Преференциях Вот они Настройки Selection Preview Highlights Чтобы у нас Объекты Не подсвечивались Никакими Лишними Цветами Это очень Меня Напрягало Поэтому я В 16 Максе Всегда Это все Отключаю Водичку На следующем Вебинаре Здесь ничего Сложного Вебинара Мы сегодня Проходим Больше Моделинг Текстуринг И материаловедение Мы с вами Будем проходить Опять же Поверхностно Но на следующем Занятии Мы теперь К этой линии Применяем Edit Poly В принципе Мы могли Сразу Создать Второй Сплайн То есть Можем Сразу Создать Еще один Сплайн Вот сюда Почему бы Нет Создаем Еще Вот такой Сплайн Пока Его не Оставляем В стороне Конвертируем Эти оба сплайна Можно сказать Оба сплайна Конвертируем В редактируемый полигон Не в редактируемый мэш И редактируем Немного То есть Мы удаляем Самое главное Вот эту диагональ Здесь мы тоже Эту диагональ удаляем А Etage Можно etage Еще Много техник Можно из двух цилиндров Я вам сейчас покажу Максимально быстрый Максимально эффективный Способ То есть Я прям полигон Здесь В данном случае Удалил Теперь разрезаем Можно с вифт лупом Разрезать часть Для стыковки Выбираем Оба полигона Вот этот полигон И этот полигон И их соответственно Бриджем Есть замечательный инструмент Под названием Бридж Ну и теперь настраиваем То есть Нам необходимо настроить Создать большее количество Полигонов Вот здесь С помощью коннекта То есть Мы Коннектом Можно в принципе Три части Здесь на три части Рассечь Здесь можно рассечь На две части К примеру Можем воспользоваться Здесь Свифт лупом Вот таким вот образом И теперь На уровне точек Мы начинаем изменять То есть мы вот таким вот образом Корректируем То есть Приводим наш Вид нашей ножки В определенный В определенный порядок Конечно с толщиной Надо было сразу Нормальную толщину задать Так как в виде сверху Нам придется редактировать Еще толщину И у Ну в другом направлении Да так скажу Чтобы у нас получились Такие вот цилиндрические объекты Красивые цилиндрические объекты Сейчас они у нас получаются Все таки Больше не цилиндрические А такие вот Можно поднять все Отредактировать То есть Либо так Либо так Либо так То есть Ну в принципе Я пока быстро очень делаю Чтобы вам продемонстрировать Основной принцип Да То есть мы Дорабатываем и все То есть мы получаем То что мы хотим получить И потом применяем уже Непосредственно Турбосмоф В верхней полигоны Можем удалить лишние Которые нам мешают И все То есть мы получаем Вот такую заготовку Естественно мы ее в окне проекции Топ тоже сразу делаем Более-менее квадратной И применяем Турбосмоф То есть у нас получается Сразу заготовка Под наш Под нашу Под нашу вот эту Ножку Да То есть мы Недолго мучились Ее создали Ну и соответственно Она у нас должна быть ниже И так далее Так Флоргенератор можно использовать Да Можно Про него я как раз и говорил У меня бридж иногда делает Неровные поверхности А переключенные От чего зависит От нормали Да То есть вы нормали Может быть как-то перекосили Нормали Из-за этого у вас Основные ошибки и выходят Это нюансы Нюансы по сетке По работе сеткой Их очень много Этих нюансов И конечно же В одном вебинаре Этого всего не рассказать Давайте теперь создадим Какую-то Опять же заготовку Концепцию Красивого элемента Для нашей модели Да То есть здесь Опять же нужно Помимо этих полигонов Вот здесь еще полигончики Создать Да То есть нам Обязательно Да То есть здесь мы Применяем Только не двойной Коннект Можно кстати На отдельном Эдит поле Назначаем Эдит поле Выделяем Назначаем Коннект Здесь мы тоже Выделяем Назначаем Коннект Для того чтобы Можно было Вот таким вот образом Все это теперь Расширить Например Расширить Вот И создать Еще более симпатичный Объект Очень много Есть Меш Смуф Есть очень много Модификаторов Мне удобнее всего Использовать Турбо Смуф Ну так Я опять же Привык Я уже работаю Более 10 лет То есть Вот с 2002 года Я работаю с 3дмаксом В каких версиях Я только 3дмакса Не работал То есть у меня Уже идет привычка Определенная степень Привычки И сами понимаете Что привычка Это дело Такое серьезное Да В том числе И опенс Обдивы есть Чего только Хотелось сделать Сейчас За вами аквариум Понимаю Что воды Нужно Другой Я не говорил Что мы Зайду на занятие Как вы хотите То есть Чтобы научиться Делать воду Нужно Вообще по хорошему Я сразу не показываю Материал То есть я провожу Лекцию по Физически корректным Материалам По многим нюансам Которые нужно Учитывать при создании Материалов Про ту же самую Каустику Ну мы с вами Сразу Мы с вами Вот так Что называется В лоб Идем И создаем 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 На практике Все исследуем Теперь Как я уже сказал Давайте попробуем Поработать В другой программе Под замечательным Названием ZBrush Либо Мудбокс Вы можете Использовать ZBrush Мудбокс Они из одной Тематики Тематики По лепке На следующем Занятии Мы может быть Еще поработаем С Marvelous Дизайнером И создадим Шторки То есть Это замечательная Программа Я ее Опять же Перед вебинаром Открыл Эта программа Необходима Для работы С тканями То есть Она Очень-очень Клево Очень здорово Создает Создает Ткани То есть Мы этими Тканями Можем Как угодно Управлять Играть Там Вот Видите Я сейчас Перед вами Демонстрирую То есть Мы можем Все что угодно С ними делать Но это мы На следующем Занятии Я думаю Посмотрим Здесь Опять же Можно Например Сейчас Сразу Уменьшить Количество Точек Для того Чтобы Лучше нам Более быстро Работать Например И не наблюдалось Никаких Тормозов Ну давайте Поставим 40 К примеру У нас Сразу Симуляция Пойдет Быстрее То есть Я вот здесь Могу Как угодно Уже Никак В 3D Max То есть В 3D Max Я бы ждал Эту симуляцию Очень-очень Долго Здесь я могу С тканью Все что угодно Делать И создавать Шторы И создавать Там Разные вышивки Ее мы опять же Проходим В большом-большом курсе Может быть Мы ее будем смотреть Может быть Не будем Посмотрим Насколько Опять же Будем успевать Теперь я загружаю Zbrush Да Теперь я загружаю Zbrush И мы с вами Посмотрим На создание Быстрое создание Сейчас Сейчас отключу Да У нас с вами Еще буквально 10 минут За эти 10 минут Я вам должен Показать Принципы Создания Вот такой штуковины Так Где у меня тут Photoshop Вот такой штуковины Да Легче всего Я думаю Создавать ее Из чего Из чего Мы создавали В 3D Max Ее Да в принципе Из чего угодно Можно создать Из бокса Можно создать Из плейна Опять же Ну из плейна Я не думаю Что особо целесообразно Легче всего Создавать Я думаю Из цилиндра Да Так Включаю Полный экран Zbrush У меня посвящено Несколько занятий Особенно в курсе Заснеженная деревня То есть Это достаточно Сложная программа Не пугайтесь Интерфейс Интерфейс Непростой Раньше Студентам Я вообще Его не показывал Потому что Можно сказать Сам я Не до конца Владел Чтобы его Демонстрировать Но И он Очень часто Пугает То есть Когда студент Первый раз Видит Zbrush Он сразу Начинает Либо плакать Либо смеяться Истерично После 3D Max То есть Если все остальные Программы Очень похожи На тот же самый 3D Max То Данная программа Она отличается От всех других Приложений Своим интерфейсом Про горячие клавиши Я не буду ничего Говорить То есть Это опять же Целая лекция Несколько часов У меня Интерфейс Основам Работы В Zbrush То есть Это Очень мощная Очень крутая Очень классная Программа Я в ней Создаю вот такие вещи Я вам сейчас Буквально 2 секунды Покажу Опять же Из учебного курса Не из рабочего Так Ну вот К примеру По заснеженной деревне Сцены Мне надо В Z Ну к примеру Давайте дерево Я вам сейчас Либо лодку Либо дерево То есть Все что угодно В нем Можно лепить Абсолютно Все что угодно Что вы задумаете Что вы не задумаете Вот один из этапов Работы над деревом То есть Это дерево Это концепция дерева Тут с корой С ветками И так далее И так далее То есть Можно все что угодно Здесь создавать И делать это Достаточно быстро У нас сейчас с вами Простая Относительно задача И в то же время Достаточно сложный Вот такой вот Вот такой вот Такой элемент Для аквариума Здесь же у меня есть Лодка Здесь же у меня Где-то Хаус был Да Вот хаус есть Домики То есть Здесь можно сделать Любой абсолютно Объект Из вашего окружения Нам сейчас Необходимо Нам необходимо Сейчас создать Новый документ Давайте создадим Создадим цилиндр Вот такой у нас Получится цилиндр Я его сразу Конвертирую В редактируемый Поле мэш Увеличивая у него Количество полигонов Сейчас до Ну до 500 Наверное слишком До 126 тысяч Полигонов И сразу В принципе Да То есть мы здесь Можем придать ему Форму То есть можем ему Определенную форму Придать Сразу Перейти в Деометри Удалить Нижние Нижние полигоны Нижние Сабдивы То есть Определенно Убрать лишнее количество Полигонов То есть нижние уровни Мы удаляем Берем Например инструмент Move И придаем Общую форму Кисточкой То есть здесь основная работа Происходит с помощью кисточек Увеличиваем Draw Size И мы придаем Определенную форму Вот такой Draw Size Можем интенсивность Соответственно Задать стопроцентную И придаем форму Я еще раз вам ее демонстрирую Что нам нужно получить Да Вот такую штуковину Нужно получить На полигоны Которые у нас находятся сверху Не обращаем внимания Мы потом сделаем Очень быструю ретопологию С помощью того же Самого Динамеша То есть Ну сначала задаем форму Вот такую К примеру Да То есть Вот она у нас Получается форма Здесь В принципе Ну Можно на этом Остановиться Можно чуть-чуть Выше ее сделать Да И так далее То есть Здесь Получить результат Можно очень-очень быстро В отличие Опять же От того же 3D Max Но в принципе Вот такую заготовку 3D Max Тоже можно очень быстро сделать Я заготовки Именно Больше люблю делать В самом Max А потом Их детализировать Уже непосредственно В Zedbrush К примеру То есть Мы получили Вот такой элемент Да То есть Здесь мы можем Убрать Например Размер кисточки И боковой Какой-то Выпухлить элемент Получить Следующую Следующую композицию Теперь мы Теперь мы Что можем сделать Теперь мы можем Включить DinaMesh И сделать Быструю Ретопологию ДинаMesh Здесь все Друзья Здесь все Параметры Называются по-своему ДинаMesh Это грубо говоря Быстрая Ретопология Ну Так ее Можно назвать Она отдаленно Напоминает Ретопологию Если вы понимаете Термин ретопологии Вообще То есть Я включаю ДинаMesh И делаю ретопологию Можно сразу уменьшить Количество полигонов За счет того Чтобы мы В DinaMesh Уменьшим Немного Резолюшн И Например Задать Сглаживание То есть Мы теперь С помощью Shift Сглаживаем Можем еще Меньше Поставить Давайте поставим К примеру 50 Сейчас 48 Резолюции То есть У нас Получается Вот такой Низкополигональный Объект Теперь В этом объекте Мы должны Создать Вот такое Отверстие То есть Отверстие Мы можем Задать С помощью Маски Соответственно Переходим В окно Проекции Здесь Есть Тоже Окно Проекции Мы Переходим Во фран Уменьшаем Размер Кисточки И с Контролом Рисуем Вот такую Незамысловатую Форму Она у нас Должна быть Я думаю Как-то Так Количество Полигонов У нас Небольшое Но мы Получаем Вот такую Форму Я думаю Что вполне Нормально Мы получаем Масочку У меня Включена Еще Лэзи Маус Так Она у меня Постоянно Включается Кстати Вот на моем Вот этом Ноутбуке Затбраш Очень сильно Глючит И не работает Даже Surface Поэтому Мне Не очень Нравится Stroke Здесь у нас Есть Лэзи Маус И мы Отключим Не Хотя у меня Отключен Отключен Лэзи Маус Странно Вот теперь Вроде лучше То есть Мы создали Масочку И эту Масочку Что мы Можем Сделать Мы можем Перейти Например В графу Саптула Саптула Отвечает За создание Дополнительных Элементов На нашем Объекте И в графе Саптула У нас Есть Кнопка Которая Называется Сплит И мы Разбиваем То есть Мы переходим Например В сплит Unmasked Points И разбиваем То есть У нас Получается Вот такой Элемент Грубо Говоря Его мы Можем Сразу Скрыть К примеру Либо Мы можем Нажать На Сплит Unmasked Points Тогда у нас Вот эта часть Будет Соответственно Маскирована И мы Ее можем Удалить Либо Отключить То есть У нас Получается Следующий Элемент Теперь нам Необходимо Задать Толщину Для нашего Объекта Для этого Мы переходим Опять же В графу Geometry Графа Geometry Здесь у нас Есть Очень хорошая Очень 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 Хорошая Функция Которая Называется Edge Loop С помощью Нее Мы задаем Толщину Для нашего Объекта И нажимаем На Panel Loop Тем самым Мы создаем Следующий Элемент В принципе В принципе Мы Теперь Можем зайти В Subtool И посмотреть Какие у нас Дополнительные Здесь элементы Видны То есть Мы получаем Вот такую Штуковину Сейчас Я чуть-чуть Потолще Сделаю Чуть-чуть Потолще В графе Geometry Я В Опять же Panel Loop Сделаю Потолще Ого Нет Такое Нам не нужен Чуть-чуть Еще потолще Чуть-чуть Потолще Я делаю Но я думаю Что этого Будет вполне Достаточно Теперь снова В Subtool Переходим И в принципе У меня все это Отключено Я могу эти Subtool Просто-напросто Удалить То есть Я их выбираю И удаляю Окей Этот Subtool Я тоже Я тоже Я думаю Удалю То есть У нас остается Один Subtool С которым Мы начинаем работать То есть Дальше нам необходимо Вот это все Слепить Да Я очень люблю Инструменты Которые называются Claim То есть Различные инструменты Посвященные Работе Работе Грубо говоря С глиной Да Динамеш То есть Динамеш Мы оставляем Включенным При топологии Мы можем В любой момент Делать С тем разрешением Которое мы уже Установили И теперь Теперь например Включаем Да Давайте еще Посмотрим Здесь у нас Раз Два Три То есть Три уровня Нам нужно Сначала создать Самый верхний уровень Для этого Мы берем Берем Например Кисточку Которая называется Clay Tubes Увеличиваем Опять же Можно увеличить Немного Разрешение Размер И начинаем Создавать Разные уровни Которые нас Интересуют Да Здесь единственная Опять же Фишка Смотрите Друзья Я забыл поставить Так как у нас Объект полый Да Он имеет Вот такую штуковину Нам необходимо Зайти в Браши И очень серьезную Настройку сделать Очень серьезную Настройку Которая называется Маскирование Мы должны Включить Backfacing Для того Чтобы у нас Влияние нашей кисточки Не распространялось На внутреннюю стенку Нашего объекта Я надеюсь Что волосы на голове У вас не встают На самом деле Все это делается Достаточно просто И легко Да То есть мы можем Здесь еще повысить Например Размер кисточки И создавать Вот такой уровень То есть это Первый будет Уровень наш Да Первый выступ Можно так сказать Да Потом мы можем Это все сгладить И так далее За счет того Что я применяю Динамеш У меня получаются Разные уровни То есть здесь Я опять же могу Следующий уровень Создать Опять же Применить Ретопологию Здесь я могу Да Какое-то выравнивание Создать И так далее То есть я Здесь леплю Дальше я произвожу Лепку Можно уменьшить Интенсивность И так далее То есть я получаю Уже то что Мне хочется видеть Сглаживаю Соответственно Уровень сглаживания Мы тоже можем регулировать Да То есть чтобы получать Тот или иной объект И так далее И так далее То есть мы получаем Уже нашу заготовку Которую мы потом детализируем Пока в общих чертах Да То есть мы в общих чертах Набрасываем То есть что-то такое Вот Природное Можно сказать Да Мы получаем Да Сначала этот уровень Потом этот уровень Этот уровень Тоже дорабатываем И у нас самый нижний уровень Вот этот Кроме того У нас есть Замечательный инструмент Который называется Который называется Трим есть Во-первых Во-вторых Есть Трим динамик Мне очень нравится То есть он создает Вот такие плоскости То есть мы можем Вот здесь создать Уже на поверхности Определенную плоскость И так далее И так далее То есть как я уже говорил Инструментов огромное количество В том числе и по сглаживанию И по созданию нюансов То есть мы можем Очень быстро Притом с любым количеством Полигонов Создать Концепцию Нашего вот этого Объекта Ну и соответственно Его продемонстрировать Заказчику Например Либо он утверждает Либо он не утверждает Дальше изменить Например Если нам Не нравится что-то То мы можем поменять Там какие-то нюансы И так далее То есть мы уже Все это Дорабатываем Ой-ой-ой Вот То есть этому я Наверное посвящу Некоторое время Перед следующим вебинаром И чтобы Ну чтобы получить Определенную Концепцию Уже Хорошую Да Вот здесь у нас Перед входом Определенное должно быть Что-то более Хорошее Кроме того Вдавить можно Да То есть мы можем Уменьшить размер кисточки И с помощью Альта Произвести вдавливание Вот здесь Чтобы у нас Был красивый переход Перед входом Окей То есть мы получаем При увеличении Количества полигонов Мы естественно Получим более детализированную Модель Потом мы ее Импортируем Видео Вот же Например В тот же самый 3D Max С определенным Количеством полигонов Здесь есть Минимум 3-4 инструмента По ретопологии То есть мы Эту ретопологию Можем заранее сделать Все это рассчитать И получить Вот Сохраняемся Не забывайте Сохраняться То есть я Соответственно Перехожу Нажимая Ctrl S Перехожу В наши вебинары И здесь В папочку Scenes Я обычно в папку Именно сцены Под Кодовым названием Z Я сохраняю Нашу Вот эту модель Z Ну пусть будет Аквариум Аква Напишу так Сохраняю В виде Zbrush Проекта Теперь я с удовольствием Выслушаю Ваши вопросы То есть Здесь на самом деле Работать Zbrush Можно бесконечно Программа Очень классная Очень мощная Очень творческая Особенно если вы Занимаетесь Какой-то лепкой Если вы Работаете Например с декором Zbrush Как я уже говорил У меня посвящено Несколько занятий Очень серьезных В том числе И по Заснеженной деревне То есть Все вот эти деревья Как я создавал Как я создавал здания Как я создавал Все остальные объекты Я демонстрирую Нет я мышкой работаю То есть Вот она мышка Я У меня планшет есть Intuos Intuos 5 Но я работаю В основном мышкой Так как я работаю Во многих программах Параллельно А в других программах Не очень удобно Работать планшетом Для меня по крайней мере Поэтому я В большинстве случаев Работаю мышечкой Меня в принципе Это все устраивает Так что-то с моей мышкой Происходит Как-то она в конвульсиях Каких-то бьется Непонятных Неужели она у меня села Будет очень интересно И очень прикольно Да Сейчас 2 секунды Буквально Я найду Мышку Вернее Батарейку Сейчас я меняю батарейку Такое бывает И буквально Еще 2 минуты Отвечаю на ваши вопросы И на этом мы Заканчиваем Наш с вами Вебинар Какие-то вопросы Друзья Есть В каком курсе Вашем Подробно Рассматривается Данная программа Unreal Hotel На данный момент Самый полный Мой курс И самый крутой По всем программам Это Unreal Hotel Если вы позволите Я буквально 2 минуты Проведу небольшую Презентацию этого курса Если у вас вопросы Возникают Такие Самый новый мой курс Который запланирован Старт Старт самого моего Новейшего курса Запланирован на 29 февраля Это будет онлайн курс Unreal Hotel Я сейчас веду Именно в качестве Индивидуальных занятий На самом деле У вас есть 2 пути Обучаться Если вы хотите Очень быстро И серьезно Освоить на хорошем уровне Все-все программы Порядка 13-15 Программ И не бойтесь Все студенты Уже много студентов Проходило этот курс И осваивали эти программы И начинали работать Профессионально И работают профессионально Уже в этих программах То есть соответственно Я вам задание Показывал реально Сегодня только Большой-большой Жилой комплекс То есть это Это задание По визуализации Большого жилого комплекса Так Работала с глиной Это очень похоже Да Та же самая глина Давайте сейчас на вопрос Потом презентую Создание Что-то взрывает Точно Приветствую Саводный художник Большой Ну в ZBrush Точности нет Конечно Зачем она там Точность То есть мы создаем Концепции В чем фишка ZBrush В том что он выдерживает Огромное количество Полигонов Даже мудбокс С таким количеством Полигонов Зачастую не может Работать То есть После того как ZBrush Еще сделали 64-битным Он выдерживает Огромное количество Полигонов То есть вы можете На модель Выделить До нескольких Миллионов Полигонов И у вас программа Будет работать И нормально Будет все Хорошо создаваться Как лучше Сохранить Тоговый рендер В 3D Max При минимальной Патере качества Что на выходе Ну как Либо Лучше всего В TIF Либо в PNG Либо в TGA То есть Если вы Сохраняете Если вы Сохраняете Например в JPEG То сразу Качество у вас Урезается Что лучше ZBrush Или Moodbox Это вечно Ну и там И там На самом деле В Moodbox Moodbox Быстрее Осваивается Сразу Вам скажу Что студенты У меня осваивают Его опять же За буквально Одно занятие И начинают В нем работать Почему Потому что В Moodbox Даже все Горячие клавиши Мы можем взять Из Max Все Max Клавиши Мы можем перенести Из 3D Max В Moodbox И использовать В Moodbox Соответственно Соответственно В нем удобнее Работать И интерфейс Автодесков ZBrush Но ZBrush Является На мой взгляд Более профессиональной Все равно программой Если тем более Вы хотите Удариться В GameDev Если вы хотите Например Получить Вот такие работы Вот такие работы По игровой Не только По интерьерам То есть Интерьеры Я уже Не выкладываю Давно На свой сайт Я выкладываю На свой сайт Интересные работы Вот я сейчас Продемонстрирую Интересные работы Именно В плане GameDev То есть Вот здесь Вы можете За 2016 год Уже посмотреть То есть Вот например Пока на данный момент Ну вот Концепция Домика Либо Вот игровая Дмитрия Модель То есть Полностью Он смоделировал Затекстурировал Это результат Курса Unreal Hotel В том числе Смоделировал Затекстурировал Сделал Ретопологию Вот модель Например Кресло Это что касается Интерьерки Притом Затекстурено Достаточно Хорошо Классно Можно сказать То есть Вот модель Это все рендеры В режиме Реального времени То есть Это рендеры Не в Rain Это рендеры Не в Caroni Это рендеры В Marmozette В режиме Реального времени Уже с применением Немного других программ Нежели Которые Мы проходим С вами То есть Это все Режим Реального времени Здесь Состаренности Все это рисуется В Substance Пэнтере С помощью Разверток С помощью Особых техник Которые я стараюсь Давать И даю На всех На вот Самых Продвинутых Курсах Вот Это Вот оно Так Для меня проще Затбраш Ну кому как Да Для интерактивного Затбраша Модбокс Можно Затбрашом Обойтись Для интерьеров Чисто Не игры Для интерьеров Можно обойтись Модбоксом Что за Индивидуальное обучение Или групповое Это В принципе Сейчас цены Одни и те же Но по ценам Сразу Сразу Предвосхищаю Ваш вопрос По ценам Скажу Друзья Айфон В два раза Дороже Вы выбираете Либо вы вкладываете Свои деньги В айфон Либо вы вкладываете Деньги в свое будущее И в свое обучение Цены на самом деле У меня демократичны Если вы найдете Цены дешевле В каких-то школах Либо еще Либо вообще Если вы найдете Подобный курс С подобным количеством Программ В принципе Я вам этот курс Скину И вы будете Его уже проходить Если вы мне покажете Хотя бы один аналог На российском В российском Но даже в принципе В зарубежном интернете Заказчиками являются Многие Вот например Даже я специально Открыл сайт Оставил открытым Вот сайт Вот здесь все модели Трехмерные Чтобы сделать Вот такую заставку Чтобы сделать Вот такой игровой уровень Нужны определенные знания Не только уже 3D Max Но и того же самого Мудбокса Зетбраш Сабсенс пейнтер Создание разверток Икс нормала И так далее То есть программ Достаточно много Если вы хотите Посмотреть вебинар По Именно Софту То есть Вот я делал обзор Софтов на прошлом Вебинаре Пожалуйста У меня на стене Вконтакте Вы можете перейти Ко мне на стену Вконтакте И посмотреть Я сейчас вам отправлю С себя вконтакте Айфоном У меня Я айфоны не люблю Я самсунги использую Друзья У меня вы видите Вот эти очки Они самсунги То есть под них Под айфоны Пока таких очков Демократичных нет Вообще То есть сейчас Только начинает Все это развиваться У айфонов Они собрали Только команду Для того чтобы Создать вот виртуальные очки Опять же То есть я использую Самсунги Мне они больше пока нравятся Я не буду Ничего рекламировать Я просто Свою точку зрения Точку зрения Я свою высказываю Нет Самсунги тоже Если Если кстати Кстати Напишите Я планировал В качестве приза На один из вебинаров Выставить Электронику Может быть мы с вами Обсудим Если вы являетесь Каким-нибудь директором Магазина Мы может быть с вами Обсудим Бартер То есть вы мне Предоставляете электронику В качестве приза За какой-то конкурс А мы Моделируем Например студенты Моделируют Какую-то вашу Интересную работу Друзья Две секунды буквально Презентации Хорошо Расскажу о своем Новейшем курсе Сначала расскажу То есть этот курс Запускается 29 февраля Это онлайн курс По созданию Такого интерьера Почему я выбрал Именно этот интерьер Здесь присутствуют Модели И состаренные модели Здесь присутствуют Модели И для лепнины Для того чтобы мы могли Поработать В ZBrush Здесь присутствуют И текстуры И состаренные текстуры И новые текстуры По поводу домашнего задания Тоже сейчас скажу После презентации Друзья Просьба Просьба Да Все вопросы После презентации Ну буквально Несколько слов Расскажу О своих детищах О своих симфониях Опять же То есть этот курс Я думаю Что я сделаю Еще круче Чем все остальные курсы Здесь присутствуют Очень красивые виды Здесь присутствуют И растительные элементы Ирисы Например И различные веточки Здесь присутствуют И книги Здесь присутствуют Как я уже сказал И текстуры То есть мы поработаем С вами со всеми Со всеми программами То есть порядка 13-15 программ Мы будем использовать С вами в этом курсе На этот курс Только 5 дней Приблизительно 5 дней Будет скидка 15% Для участников Вебинара Вот этого вебинара По интерьеру С аквариумом Будет скидка От 20 до 25% То есть Если вы будете Работать на вебинарах Если изъявите Своё желание Записаться на этот курс То я вам могу Предоставить Максимальную скидку В 25% Но это Только Первые 5 дней По предварительной записи Традиционно То есть Вы знаете У меня есть На все курсы Предварительная запись В том числе И на этот курс Она будет работать Вторым Уже существующим курсом То есть Если вы хотите Уже завтра Например Начинать Обучаться То вы можете Например Так Где он у меня То вы можете Например Попасть Записаться На индивидуальные занятия И на индивидуальные занятия По курсу Unreal Hotel В Unreal Hotel Мы проходим И 3D Max Опять же Создание простых Сложных моделей Ретопологию Нанесение текстур Создание Текстур В фотошопе Проходим Развертку Проходим Marvelous Designer Проходим Освещение И текстуринг И в Array И в Corona Проходим Создание Ночных И дневных Рендеров Для того Чтобы вы могли Работать Не только Левел дизайнером Но и Визуализатором Интерьеров И экстерьеров И motion дизайнером То есть смогли бы Выполнять какие-то Анимационные заказы Затем мы проходим Изэтбраш и Мудбокс Мы проходим Substance Painter Для текстурирования И Substance Designer Мы проходим Speed 3 Для создания растений Для Не просто растений Анимированных растений Мы проходим Unreal Engine Создание материала В Unreal Engine И создание Виртуальной архитектуры Виртуальной архитектуры Если вы еще не знаете Что такое Виртуальная архитектура И рендер в режиме Реального времени Пожалуйста Посмотрите У меня на стене Различные обзоры Вы будете удивлены Что на самом деле В режиме Реального времени Можно создать Очень-очень крутые Классные картинки Я вам на прошлом вебинаре Опять же Если вы интересуетесь Этой темой Я сейчас вам покажу Буквально 2 секунды К этому курсу К Unreal Hotel К Unreal Hotel Я подключил Дополнительный курс Сейчас практически Закончил курс Под названием Заснеженная деревня В котором я демонстрирую Абсолютно все этапы Создания уже игровых моделей То есть если здесь В Unreal Hotel Мы использовали в основном В основном такие модели Более интерьерные и экстерьерные Отельные То вот здесь Вот в этом курсе По заснеженной деревне Мы создаем уже Игровые модели Ну вот Например Вот он То есть это Модели Которые я создавал Для курса В том числе и домики Это все рендер в режиме Реального времени Вы видите Что я кручу Верчу Показываю То есть текстуринг Я показываю Как делать Развертки Показываю Как делать Что такое Физически корректный шейдинг Физически корректный рендеринг Все это мы проходим Курс очень объемный Вот этот второй курс Заснеженной деревни Который я прилагаю К Unreal Hotel Он получается Очень объемным Но там будет Максимальное знание После него Вы точно сможете Создавать Ассеты И модели Любой сложности Затекстурированные Как для игр Так и для Вообще Всего-всего Абсолютно Кроме того Кроме того Есть две программы Обучения Есть программа Обучения Кстати На Unreal Hotel Последний набор То есть после этого Unreal Hotel Я закрываю Три человека Сейчас я донабираю До 8 февраля Вы видели на сайте Что срок стоит 8 февраля То есть это последний срок Скорее всего И до этого срока Три человека Сейчас я в группу Только донабираю Так как Время у меня Очень серьезно ограничено Поэтому Три человека Кто захочет обучиться Вот на этом курсе Unreal Hotel Вы можете уже записаться Если Если как бы Успеете Что называется На На вот этот курс Под названием Green Loft Я запланировал 8 мест Тоже немного Опять же у меня Время ограничено С каждым студентом Приходится работать Индивидуально И консультировать Каждого студента Индивидуально Поэтому количество мест Я выставляю Небольшое Вот Индивидуальные занятия Подразумевают Подразумевают Добавление В закрытую группу Проверку Проверку Личную проверку Мною домашних заданий Комментарии Общение между студентами Высылку домашних заданий Вам Если вы хотите Поработать в группе В онлайн режиме То добро пожаловать На Green Street Loft Это второе направление То есть Либо вы проходите Курсы в индивидуальном порядке Я вам лично Высылаю домашние задания Лично высылаю Видео уроки И лично их проверяю Либо вы проходите В группе Но тогда В группе У вас есть расписание Общегрупповое Вы по этому расписанию Занимаетесь Должны присутствовать На всех вебинарах Должны вовремя Сдавать домашние задания И в конце курса Отчитываться Многим Этот режим Не подходит То есть Многие привыкли Заниматься самостоятельно В удобное Для них время Цена Есть на сайте Сейчас скидка 15% Для всех Для участников Вебинара Индивидуальная скидка Предоставляется В 20-25% Вот это реклама Что называется Это мои детище Я сам являюсь Кандидатом Педагогических наук Я без педагогики Уже не могу То есть Я постоянно Делаю какие-то курсы Постоянно что-то Что-то развиваю Постоянно новые направления И следую И соответственно И вживляю во все свои курсы Без педагогики Я уже себя не вижу То есть Это можно сказать Увлечение Но соответственно Так как я трачу Огромное количество времени На это увлечение И я вот У меня полностью Я всю зиму Практически уходил Из этого Потому что Не успевал делать проекты Заниматься Руководить проектами То есть Было у меня время Сейчас кризис Было время Когда я мог нормально Учить Поэтому я набирал группу Сейчас Я вот набираю Небольшую группу Для того чтобы провести Можно так сказать Закрытое обучение Так Лодка суперэлистичная Сделана Сосулек Не хватает Сосульки доделаю То есть Это все будет На каких курсах Вы проходите Информация Об современных Соснования Это Unreal Hotel Как раз Денис У вас можно Так сказать Репетиторство Репетиторство Мне занимаюсь В индивидуальном порядке Вот в таком Только Только В рамках Курсов больших То есть Я записал уже Готовые Готовые уроки То есть По этим урокам Студенты проходят Все Начиная с нуля С нуля Друзья Не с каких-то там То есть Никакими знаниями Супер знаниями 3D или Photoshop Не надо обладать То есть Вы приходите с абсолютно Обучаются бывшие библиотекари То есть Разные люди Разные люди решают Поменять свой стиль жизни Уйти например В заработок онлайн Заняться например Разработкой виртуальной реальности И они обучаются Обучаются абсолютно с нуля То есть Все программы И мультфильмы делают Да Там на сайте Lava Design Вы можете увидеть Несколько синематиков И с игровой графикой То есть Ну вот К примеру Здесь Здесь есть Мы делали для игрушки Для одной игрушки Мы делали синематик С различными Космическими моделями То есть Вот вы можете посмотреть Здесь есть Вот она Все это мы анимировали То есть Всему этому я тоже Учу Если человек хочет Например Не только заниматься Виртуальной реальности Но и анимацией И в том числе Анимацией Виртуальной реальности То я тоже Даю информацию У меня видео уроки записаны Поэтому репетиторство Я не веду То есть Я Консультирую По своим же видео урокам То есть Я отправляю видео уроки Потом Соответственно Человек их смотрит Высылает мне домашнее задание Это домашнее задание Я комментирую Лично Опять же Мы исправляем Все это Идем дальше И так далее И так далее То есть Все это Все это Уже поставлено Что называется На технологические рельсы Рельсы И в основном Сейчас у меня Большинство людей Занимаются Именно в индивидуальном порядке Этот новый курс Будет в анриле Работать и создавать Экзефайл С прогулкой по интерьеру Да В новом курсе Мы тоже будем Импортировать Этот интерьер В анрил Будем работать С мармазетом Будем работать С кейшотом И так далее И так далее Друзья Мы с вами Два сегодня С лишним часа Посвятили изучению 3дмакс Изучению моделинга Zbrush Немного посмотрели Поговорили о многих Нюансах касающихся Работы Работы Со всеми программами Если у вас Какие-то вопросы возникают Пожалуйста Пишите мне в скайпе Скайп мой Найв 3д Я сейчас напишу Найв 3д Цена указана На сайте Александр Там цена Большими такими Жирными буквами Есть То есть я Как уже сказал Цена меньше В два раза Чем стоимость айфона Сейчас Современными ценами Я цены стараюсь Удерживать на том Уровне Ну буквально Там на тысячу Дорожает цена Мне уже менеджер Сказал что нужно Увеличивать минимум В полтора раза Я не хочу То есть я все таки Оставляю курсы Ну отчасти Конечно не супер доступными Я не могу сказать Что они доступны Но в то же время Например для школьников Там стоимость Какой-то игры Там 2-3 игры Школьник купит И он оплатит Полностью все обучение То есть вместо того Чтобы играть Приводите свое детей На обучение Кстати для школьников Сейчас дополнительная Программа скидок И дополнительное Обучение И дополнительная Моя консультация Существует То есть если вдруг У вас например Ваш любимый человек Ученик играет Очень много За компьютером То сажайте его За создание Виртуальной реальности Он будет работать И зарабатывать На этом деньги Увлечется Совсем другим Спасибо вам Друзья за внимание Следующий вебинар Постараюсь сделать Еще более интересно На следующем вебинаре У нас будут материалы Будет Marvelous Designer Я надеюсь И соответственно Мы поработаем Уже с рендером То есть мы Создадим основные элементы Нанесем на них текстуры И попробуем рендерить И попробуем настроить камеру Еще раз повторяю Что на Unreal Hotel Три места На новый курс Green Loft Восемь мест Всем пока-пока С вами был Ивановский Никита Спасибо за внимание Надеюсь вебинар понравился Постарался максимально Донести ту информацию Которая касается Создания интерьера С аквариумом Будем еще работать Работать по этому интерьеру Надо много И мы с вами Домашнее задание Домашнее задание Домашнее задание Это модель интерьера То есть вы можете Свой интерьер выбрать И смоделировать Вебинар по короне Будет как раз Корона Либо на следующем занятии Либо через занятие То есть вы выбираете Свой интерьер Либо выбираете Выбираете мой интерьер То есть все референции Которые вот здесь Здесь на сайте вы можете найти, то есть вы переходите на сайт, переходите в онлайн тренинги, здесь в онлайн тренингах, в прошедших уже, то есть вы можете вот здесь в прошедших тренингах, так как у нас сегодня уже прошел, да, вот он интерьер с аквариумом, с аквариумом, да, вы переходите к тренингу и в тренинге вы здесь можете найти все референции, которые я сегодня использовал, которые я вам показывал в виде архива, то есть вы их скачиваете, начинаете работать самостоятельно, практикуетесь и пытаетесь повторить то, что я сегодня проделал. На следующем вебинаре, как я уже говорил, будет еще интересней. На этом все. Спасибо за внимание. Пишите в ВКонтакте, пишите в Скайпе. Обязательно буду отвечать. Я не кусаюсь. Я стараюсь отвечать на все вопросы. И по патефонной комнате, и по Грандеуру, и по отелю, и по всем, по всем. Естественно, что меньшее время я уделяю бесплатным, большее платным. Но это я стараюсь никого не обижать. Всем пока-пока. До скорого. С вами был Ивановский Никита.